МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Королёва выходит из тюрьмы. Она не подозревает во всём, что с ней случилось, виновата её сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но женится на беременной Юлии. Александр обвиняет Бориса в том, что его сделка принесёт банку большие убытки. Юлия переживает из-за увольнения Светы. Она просит Эдика убедить Свету вернуться. Плотникову удалось выяснить, кто заказал Рите поджог автомастерской. Семёныч предупреждает, жизнь Плотникова в опасности. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Всё прощается в любви, искупается любовью, Очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, можно врать, не двинув бровью. То, чего не смоешь кровью, бабьей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Чёрным воронам. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись. Чёрным воронам. С какой стати Олег станет вести против меня свою игру? Зачем? У него даже мотива ни одного нет. У него не было мотива, пока ты через светку не стал копать под него. Да даже если бы она ему рассказала. Он всё равно бы меня не подставил, он считает меня другом. Борь. Ну я понимаю, я понимаю, что тебе очень трудно это принять и признать. Вот, ну вот. Посмотри, посмотри на эти факты со стороны. Неужели ты не понимаешь, что такая сделка не могла состояться без тщательной подготовки? Неужели же Светка с её куриными мозгами и мой малахульный братец осмелились таки на такое? Да не хрусти ты, Жора. Держи. Слышь? А? Чего? Прям слышно. Как у тебя кошки на душе скребутся. Что случилось-то? Саш, ну что случается обычно? Без неё получается невозможно. И с ней, получается, тоже невозможно. Ну, думал, уйду и всё будет нормально. А, видишь, как оказалось. Один мой друг, мой старый друг, сказал мне, когда я поссорился с Иреной. Если ты считаешь, что виновата она, значит... Виноват ты сам? Значит, сказал мне мой друг, пойди к ней, извинись перед ней и сделай всё, чтобы она тебя простила. Умный у тебя друг. Да, конечно, ты умный. Бери шампанское, цветы, дуй к Тамаре и не уходи от неё, пока она не простит тебя. Какого чёрта я с тобой вообще связал? Зачем я тебе про клады рассказал? Ты же идиот. Критин просто. Так, ты знаешь что? Только не надо вот это, да? Иди сюда. Ты знаешь? Меня достали. Меня достали твои бредовые идеи. Эта идея с этим фейерверком. Потом с этим, как его... Лазоход. С лазоходом. А в конце концов, нас чуть не загребли в милицию из-за этой твоей взрывчатки. Нет? Я сейчас не про то тебе говорю. Я тебе говорю про то. Если бы я тебя вовремя не остановил, этот дом взлетел бы на воздух. Теперь ты собираешься притащить сюда? Ой, мудивито. Да давай здесь. Повесим объявление по всему городу. Так, мол, и так. Двум идиотам необходима помощь в поиске клада. Давай, ну! Эдик, ты пойми, Люся, она же не такая. Она... Послушай, откуда ты вообще знаешь про свою Люсю? Ты знаком с ней всего неделю. Так. А ты... Пап! Пап! Так вот тебе попал твою Люси. Разговаривай с ней о чем хочешь. О чем угодно. Только не о кладе, понял? Когда ты ее сделала? Тогда же, когда. И ты в тот же день. Как? Ну, я ведь видел тогда в кафе, ее не было. Да. Ты видел правое плечо, а я сделала на левом. Зачем? А вот зачем. Ты извини меня, конечно, но я должна тебе кое-что сказать. Ты себя переоценил. Но страшнее всего, что ты продолжаешь недооценивать своего противника. Я не вытащил свой паспорт со злости. Понимаешь, на эмоциях. На зло тебе. Ты себе-то не ври. Раз ты на эмоциях сорвал развод, значит, ты в глубине души уверен, что без меня пропадешь. Ну и, соответственно, ни о каком разводе не может быть и речи. Да что ты со мной, как с маленьким мальчишкой? Слушай, ты этой своей гиперопекой уже, знаешь, вот... Ты что, не понимаешь, что ли, что это для меня все унизительно? Да если тебя отпущу, ты же в два счета сведешь себя в могилу. Том, опомнись. Ты же Георгия любишь. Я дам тебе развод тогда? Когда я встану и пойду своими ногами. Это я уже давно понял. Только мне все это осточертело. Не хочешь по-хорошему, я подам на развод через суд. Да если бы ты действительно хотел этого развода, ты бы не устроил этот фортик с паспортом. И ты бы не вассорил меня с Георгием. А может быть, все дело в тебе, Томочка? Ты этой своей дурацкой опекой всю жизнь меня доставала. И думаешь, он сможет это все терпеть? Напрасно. Напрасно ты так думаешь. Вряд ли кто такое еще выдержит. Тамара, можно? У тебя тут дверь не закрыта. А ты молодец. Не побоялась. Да что там? Я вообще не испугливых. А меня? Не испугаешься? Тебя тем более. Тебя тем более. А ее итоги. Очень много. Можно? Ты уже спать ложишься? Ксюш, ты что так поздно? Тамара и Даша уже обе ушли. Может, мне тебя покормить? Да не, мамочка, я не голодная. Как у тебя день прошел? Нормально. У меня был обычный день, даже хороший. А у тебя? У меня тоже все в порядке. Я тебе новость принесла. Миша с Ниной уезжают. Отдыхать? Ну, наверное, недалеко. Нельзя климат менять в ее положении. Да нет, мамочка, они на совсем уезжают. Кафе продают и уезжают из города. Ты извини, я не хотела тебя на ночь, глядя, расстраивать. Но я не думала, что для тебя это так важно. Тамара! Тома! Юркий, а что ты здесь делаешь? Тамарочка, ты меня проси, что я вот ушел и ругался с тобой. Я все понимаю. Я был неправ, прости. Да? Надо же. А несколько часов назад ты думал совсем другое. Ну, был болваном, получается. А сейчас понимаю, что я и места без тебя не могу найти. И все разваливается, и из рук все падает. Ну, а кого винить-то, кроме как самого себя? Давай помиримся, а? Ну, вернемся на свои места. Привет, Георгиев. Извини, что помешал. Да нет, это я помешал. Это вам в празднике. Да ты что? Георгиев, я уже не за этим здесь. За этим, за этим. Значит, твоя сестра не побоялась шантажа. Ну, похоже, она на камикадзе. Я думаю, что она так испугалась, что все рассказала Олегу. Подожди, как ты думаешь, что она рассказала Олегу о чем-то мне? А он после этого ее не послал? Какие же у них все-таки трогательные отношения. Честно говоря, я думала, что это относится только к моей сестре. Так ведь нет. У твоего брата тоже не все в порядке с головой. Ну, что ж, похоже, братец-кролик заигрался и перешел все границы. Он сам палец в драку. И получит по полной. Пощады не будет. Послушай, давай начнем со Светки, а? Это она не выполнила твои требования. И надо сделать то, что ты ей обещал. Я не думаю, что в доме Давыдовых все так спокойно отнесутся к ее прошлому, как отнесся к этому Олегу. Ты что считаешь, что за все то, что они мне сделали, я всего лишь распущу какие-то сплетни, чтобы кухарки на кухне посудачили? Отчего ты хочешь? Ты знаешь, эта скотина мой братец сидит сейчас там где-то и насмехается надо мной. По его милости я потерял почти два миллиона. По его милости я лишился уважения отца. И за это он заплатит. Трижды. Трижды заплатит по всем счетам. Пусти. Да все, хватит. О чем я только думала, дура. Даша, я что, что-то сделал не так, а? Господи, черт знает, что такое. Давай я помогу, а? Да встань от меня! Да чем я тебя обидел-то? Ничем. Да врешь ты все, я же вижу, обиделась. Да, обиделась. Ну, из-за чего? Из-за нее. Конечно, Ксюша, я расстроилась. Ну, больше всего меня огорчает даже не их отъезд, а то, что я стала причиной этого отъезда. Ну, может быть, они просто решили переехать в город потише. Нине же вредна нервотрепка. Видишь ли, нервотрепка, связанная с переездом, это тоже нервотрепка? Нет. Нет. Они ни за что бы не уехали, если бы не всплыла вся эта старая история. Ну, разве в этой старой истории Миша виноват меньше, чем ты? Прости, я не буду это с тобой обсуждать. Да извини. Нет, мама, ты меня извини, я не права сейчас. Да. Так горько, когда за твои ошибки расплачиваются другие. А еще горьше, когда эти другие вынуждены из-за твоих ошибок уезжать на край земли. Мама, у меня есть еще одна новость. Я тоже уезжаю. Так все глупо получилось. Прости меня там, прости. Кажется, я вам помешал. Тут шампанское. Да иди ты со своим шампанским. Да оно не мое, оно ваше. Георгий тебе привез. Выпейте как-нибудь, при случае. А случая больше не будет. Он больше не придет. Так что... Давай, открывай бутылку. Ты что, не слышишь меня? Открывай бутылку. Прости, прости ты меня, дурака. Да ладно. Чего уж там. Давай лучше выпьем. Горе-то мое. Еще скажи, судьба моя. Да чего уж там. И так все ясно. Ну что, Светочка? Ты ждала меня. А зря. Господи, боль. Что? Страшно, да? Борь, ты что, пьяный? Угу. Ужас какой, я тебя никогда в жизни таким не видела. Да я... сам себя никогда в жизни таким не видел. Не прогоняй меня. Чего тебе от меня нужно? Мне нужна ты. Да, мама. Я решила уехать в Англию. В Англию? Как же так, Ксюша? Ты же всегда хотела остаться дома. Ты вспомни, это я тебя уговаривала уехать учиться в Европу. А ты мне все время отвечала, что ты хочешь быть дома и спорила со мной. Мамочка, ну я же не спорю. Я отстаиваю свою точку зрения. Ну хорошо, называй наши скандалы как угодно. Но я не понимаю, ты все время ссорилась из-за этой Англии и вдруг уезжаешь. Ну ничего не поделаешь. А что произошло-то? Да ничего, ничего не произошло. Правда, как ничего? Ничего из ничего не бывает. Бывает. Я изменила свою точку зрения. И теперь я очень хочу учиться в Англии. Ты что так смотришь, Андрей? Дырку просмотришь? Иди лучше на кухню. Я тебя сейчас покормлю. Ты приготовила мою любимую запеканку с мясом? Ужинать, значит, будем. Ну вот, возьми чистое полотенце. А мое что, уже из ванны убрала? Ну-ну. Значит, поужинаем. Потом спать лозимся. Хорошо. Просто замечательно. Я вот это постелю. Новое купила. Тебе нравится? Нравится. Тома! Что ты делаешь? Тебе другое полотенце дать? Опомнись, Тома! Я страшный человек, Свет. Я как зверь, которого надо запереть в клетку и ключ выбросить, чтобы он никому больше не сделал зла. Борь, о чем ты? Я понимаю, что за все то, что я натворил, мне нет прощения. И ты меня вряд ли простишь. Да и не надо, не прощай. Я сам себя простить не могу. Борь, ты выпил лишнего. Отрезвый. Я бы даже на порог тебе не смог бы показаться. В глаза тебе смотреть. Я знаю, я подлец. Я шантажировал тебя. Я так подвел Олега. Да что вы говорите. Не прощай меня, я этого не заслуживаю. Прощание заслуживает каждый человек, если он раскаивается. Каждый? Может быть. Но только не я. Неправда. Я умею прощать. Я знаю, что простить меня невозможно, но я хочу, чтобы ты забыла все. Забыла, как страшный сон, и никогда не вспоминала. Хорошо, Борь. Ты очень добрая. Но мне от этого не легче. Спасибо. До свидания. Ну что? Да не, ничего. Просто шефа моего нет. На три дня в командировку отправили. Как три дня? Ну нельзя же ждать три дня. Да тебе надо идти в твою контору бывшую и все там рассказать. И куда, к кому я пойду, я в розыске. Да кому угодно. Тебе надо обязательно рассказать, что ты узнал в Лучанске про Риту. Иди-ка, ты меня что ли ждешь? Ну разумеется тебе. Кого я еще могу здесь ждать, Света? А что-то случилось? Случилось. Случилось не у меня. Слушай, что ты творишь? Я в чем? Я еще виновата. Ты виновата? Ты виновата перед Юлией. Эдик, я сделала все, что ты меня просил. Да, но... Я не понимаю. Послушай, да, действительно, я попросил тебя уволиться. Но только для того, чтобы не причинять боль Юли. А ты умудрилась делать так, что она еще больше чувствует себя виноватой. Не понимая, чем она тебя обидела. Боже. Как получается у тебя всегда выходить сухой из воды, а? Мало того, что ты ее обманывала. Мало того, что поступала с ней как... Так ты еще умудрилась делать так, что... Что чувствует себя виноватой, Анна. Эдик, я не хотела этого. Я не хотела, чтобы Юля страдала. Да, но получается, что ты сделала для этого все. Ну, рассказывай, как ты к Светке сходил? Лучше не придумаешь. Разыграл перед ней такой спектакль. Закачаешься. Сам себя не похвалишь. Никто. Зато я ее так напугал. А главное, убедил в том, что полностью раскаялся. И абсолютно безопасен. Я надеюсь, на этом ты не остановишься? Ну, что ты? За кого же ты меня принимаешь? Это только первый шаг. Для того, чтобы начать новую игру, нужно обнулить счет. А вот Олег получит от меня по полной. И долго ты собираешься вынашивать план мести? Лучше не изви, а помоги придумать что-нибудь такое. этакое. Милицию я идти не могу. Меня тут же схватят. Шефа нет. Меня никто не будет слушать. Да может, это даже лучше. Семенович, ты же бывалый человек. Ты же понимаешь, в тюрьме меня достать еще легче. Ты же сам сидел. Нет, нужно ждать шефа. Нужно ждать шефа. А у меня есть вариант Б. Что это за вариант Б? А это ты, Семенович. Как это я? А вот теперь с этого места слушай меня внимательно. Я не зря тебе все рассказывал. Если со мной что-нибудь случится, пойдешь к шефу. Понял? А письмо? И письмо отдашь. Но в письме только догадки. А ты знаешь все. Все, что я тебе рассказал. Понял? Ну как же так? Слышь, Семенович, ты мне надоела. Пойду-ка я лучше пивка попью. Ну да, ну, начальник. Ну отчего ты ко мне пришел, Эдик? Что ты хочешь? Я пришел сказать тебе. В общем, Юля попросила вернуть тебя на работу. Ясно. Но ты же понимаешь, что я не могу. Послушай, я не буду тебя уговаривать, но ты должна сделать так, чтобы Юля перестала чувствовать себя виновата. Значит, вчера ты хотел, чтобы я уволилась. Сегодня ты хочешь, чтобы я вернулась. Правильно? Правильно. Правильно. А как ты считаешь, на твоем месте поступил бы порядочный человек? Знаешь что? Порядочный человек. Иди-ка ты отсюда. Дай мне денег. Я думать пойду. Ой. 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 Ты понимаешь, милый, самые лучшие мысли приходят ко мне во время удачной покупки. Добрый день. Здравствуйте. Вы к Михаилу, а Михаил уехал. Нет, я не к нему. Ну, я просто зашла в кафе посидеть в вашем уютном, замечательном кафе. Сделай мне, пожалуйста, чашку кофе. С удовольствием. Нина, ты знаешь, у меня недавно произошла крупная ссора с дочерью. Мне даже показалось в какой-то момент, что она меня не простит. Ну что вы? Ну разве можно мать не простить? Да-да, мы потом, конечно, помирились. Мне кажется, она знает, кто ее отец. Вы думаете? Все ее поведение говорит об этом. Скажи, Рита ей не могла сообщить? Нет, ну что вы, если бы это была Рита, она бы первым делом рассказала все Александру. А кто? Может быть, Миша ей сказал? Дашечка, ну скажи ей что-нибудь. Ну? Я не знаю, что сказать. Что сказать? Ну, что-нибудь хорошее скажи мне. Давай. Я не знаю. Даже молчит, как партизан. Ну хорошо, тогда я за нее расскажу. Даша у нас замечательная. Она у нас самая лучшая и красивая. У нее длинные-длинные волосы. У нее улыбка такая. Ображительная. Так, ну самое главное. А знаешь, что самое главное? Что? Так. Ой, что это она делает? Хотела тебе показать, чтобы ты тоже знала. А что это такое? Это татуировка. Такая же, как у Жени. На самом деле, она сама догадалась. Правда. А к Михаилу она приходила для того, чтобы подтвердить собственные догадки. и он подтвердил. Он же мне клялся. Он же мне давал честное слово. Он мне даже ничего об этом не сказал. Понимаешь? Ирена, но с другой стороны, вы его тоже поймите. Ему было нелегко. И он не знал, как себя вести в этой ситуации. Ну, но теперь вы можете больше не переживать. Ирена, мы мы с Михаилом решили уехать из этого города. Значит, ты все-таки сделала эту татуировку. Конечно. Я же не такая трусиха, как ты. Но я не испугалась тогда. Я просто не хотела идти у Жени на поводу. Да ты просто его не любишь. А ты хочешь сказать, что ты его любишь, да? Да, люблю. Люблю. Да забирай! Да забирай ты его! Не нужен он мне! Зеленый свет тебе! Да, кстати, забыла тебе сказать. Женя тоже видела эту татуировку. Что? Да, вчера. Я весь вечер провела с ним. А закончил этот вечер в его постели. Ого! Ничего себе! Ты когда это успел? Ты что, спать не ложился? Да, я что-то не спелюсь. Глаза закрою, заснуть не могу. Зато каков результат, а? Слушай, ну ты просто молодец. Ну, дай пять. Ну, держи. С новым поворотом в жизни. С мотоциклетным. И зачем мне жена, когда у меня есть такая машина, а? А ты уверен по поводу жены? Да, был я вчера у Тамары. Мы расставили, как говорится, все точки над «и». Расстались окончательно, бесповоротно. Понятно. Так что все, что у меня осталось в этой жизни, это твой мотоцикл, Женя. Ну, койди сюда. Дергай этот рычаг. Дергать? Дергай. Серьезно? Давай. Ну, хорошо. Каков звук, а? Что может быть лучше, парень? А я тебе не верю. Ты выдумала все. Что я слышу, Ксюша? Ты, кажется, заволновалась. Нет. Я просто терпеть не могу, когда врут. А я тебе не вру. Ты же говорила, что Женя тебе не нужен. Говорила. Но это же не значит, что он не нужен мне. Вот ты истерва. Какая есть, только тебе-то что? Он не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Ошибаешься. Он-то как раз мог. Это я. Я не захотела. Что? Понимаешь, Ксюша, он буквально затащил меня в постель. А я пресекла все его домогательства. То есть ничего не было. Я говорю тебе, только потому что я не захотела. Это от чего же, интересно? От того, что у него над кроватью висит твой портрет. Вы ведь не против, правда? Ваше здоровье. Извините, я не хотел вам мешать. Алло. Да, это я. Нет. Нет. Ну, если вам так нужно, подъезжайте к вам и заму. Встретимся через полчаса. Привет, Серёж. Слушай, извини, пожалуйста, я задержалась. Очень долго собиралась. Понимаешь, давно такого ничего не одевала. Там каблуки, платья. А что ты молчишь? Тебе не нравится, да? Нет, нет, нет. Ты что, тебе очень идет. Слава богу. А то, знаешь, я переживала. А вдруг я вот такая, тебе не понравлюсь. Лёсенька, ты мне лучше нравишься. Правда? Это хорошо. Слушай, ну о чем мы стоим? Вы куда-то ведь собирались? А, ну... Да, собирались. А, я поняла, я должна угадать. В театр. Нет, нет, не в театр. Хорошо. А в кино? Нет. Не в кино. Тоже хорошо. Значит, пойдем погуляем по парку? Нет, Люсь, я... Я хотел тебя пригласить в одно место. Очень романтическое. Тебе понравится. Только не спрашивай, куда это секрет. Секрет. Мне нравится. Заинтриговал. Значит, я не зря нарядилась. Ну, пойдем. Ну, да, да. Не зря. Здорово, начальник. Вернулся? Вернулся. Только не тот, кого ты ждал, Семенович. Юля, привет. Привет. Ты здесь в больнице была, да? Да, в консультации. Рита, а ты что здесь делаешь? Да нет, я... Я просто здесь неподалеку была, в ювелирном. Знаешь, что я купила? Сейчас я тебе покажу. Мне так нравится. Сейчас. Красиво, да? Я таких так давно мечтала. Красивые. Ну, а... Я пойду? Слушай. У тебя просто уже очень заметно. Юля! Серьезно? Да. Знаешь, что мне врач сказал? Что? Максимум 12 килограмм. Больше поправиться не имею права. На 12? Да. Но ты очень много, нет? Рита, я уже на 6 поправилась. На 6? Ну, вообще не видно, Юль. Ты замечательно выглядишь, правда. Вообще незаметно. Спасибо большое. Ну, мне теперь нужно сидеть на диете. На строгой, Рита, строгой диеты. И все, теперь я буду ходить на гимнастику. У меня сегодня было первое занятие. Вставай. Это тебе для профилактики. Чтобы ты время мое не тратил. Отвечай, где твой жилец-мент? Да ты что? Тарас, какой мент? Какой у меня карманником может быть жилец-мент? Мент, по тебе я рад. Сейчас. Чайку. Чайку. Тарас. Я тебя не спрашивал, живет ли у тебя мент. Я спросил, где он. Считаю до трех, уже два. О, надо. О, вы нам оказали. Спасибо тебе, Семенович. Большое человеческое спасибо. Мне так жаль, что мы с тобой никогда, никогда близко не общались. Я, я все время в банке, ты все время дома. Мне кажется, что, мне кажется, нам нужно подружиться. Да. Да. Ну, поговорим попозже, да? Хорошо, да. Увидимся, да? Да, увидимся. Пока. До встречи. Увидимся, увидимся. Я даже думаю, что на этом самом месте. Это что? Люся, я прошу тебя надеть эти вещи. Только ни о чем меня не спрашивай. Да, романтично очень. Все. О, так ты про это. Нет, 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 Люсенька, мы туда еще не пришли. Садись. Садись. Это, это пещера. Пещера? Да, 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 да. Это пещера Аладдина, Луся. Сережа, ну, как это не смешно. Я надеялась, что мы пойдем в театр, в кино, на крайняк в ресторан. Я и платья специально надела, и каблуки, я вообще редко так одеваюсь. Постоянно все в штанах, да в кедах, со всякими взрывчаткой. Ну, так все это надоело. Сережа, я хотела почувствовать рядом с тобой себя девушкой. Люсенька, я тебе обещаю, мы обязательно с тобой сходим в театр, в ресторан. Когда? Завтра ты наденешь это платье свое вечернее, каблуки, я тебе обещаю. Ловлю на слове. Что дальше? Ну, ты готова? Пошли, Аладдин. Но если мне не понравится, я тебе этого не забуду. Люся, я же тебе обещал. В настоящее время вызывается, обращение недоступен, но вы можете оставить ваш счет. Аладдин. Аладдин. Здравствуйте, я Плотников. Спасибо тебе, мой дорогой, за такой прекрасный подарок. Ну, ведь ты вроде сама его купила. Да, но я ведь купила его на твои деньги. Ну, тогда с удовольствием принимаю благодарность. Я вот только, кстати, подумал насчет Олега. Вынашиваешь план мести? Ну, типа того. Как бы сделать так, чтобы он единовременно лишился очень крупной суммы, а еще лучше всех денег сразу. Борь, ну, что ты зациклился на денег? Ну, давай придумаем что-нибудь такое поинтереснее. Ну, так я и жду. Жду вот этих придумок. Ну, если ты хочешь отомстить Олегу, то не обязательно же его разорять. Маргарита Николаевна, вас ли я слышу? А что ж ты мне еще предлагаешь предпринять? Нужно отнять у него то, что дороже денег. Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но женится на беременной Юлии. Эдик убеждает Свету вернуться на работу в Юлину турфирму. Света отказывается. Плотников погибает, не успев передать в милицию информацию о преступных делах Риты. После провала со сделкой в Черногории Борис решает любой ценой отомстить Свете и Олегу. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам. Все прощается в любви, искупается любовью, Очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, не двинув бровью. То, чего не смоешь кровью, Бобьей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам. Что ж, нам осталось выяснить, Что, а точнее, кто Олегу дороже денег. А ты виски будешь? Давай прикинем варианты. Давай. Света, раз. Юля, два. Неродившийся ребенок. Что? Неродившийся ребенок, Юля. Еще один Давыдов. Ну, а если повезет, и Юля заодно. Значит, двенадцать лопат. Угу. Семь грабель. Угу. Ты ж, куда все девается? Дворники, что ли, несут? Каждый год недостача. Наташа, так ведь амортизация. Можно? Добрый день. Здравствуйте, девушка. Вы к кому? Я по поводу работы. Ты, что ли, давал объявление? Да нет, я объявление не давал. Вы уверены, что не ошиблись дверью? Боюсь, что для вас вакансии у нас нет. А я согласна на любую работу. Да, а что? Тоже ничего. Романтично. Ничего не скажешь. Да? Ну, ты знаешь, а я вот почему-то так и думал, что тебе понравится. Ну, подержи фонарь. Смотри, что у меня есть. Вот. Свети. Вот это? Лан. Схема подземелья. Ага. А это, наверное, чтобы не заблудился, да? Не, ну, а чего бы я здесь заблудился? Я здесь каждый, каждый метр, каждый сантиметр знаю. Я же здесь старый фундамент копал. Копал. Ну, и тогда зачем нам карта? Ну, знаешь, что тут. Мало ли, подстраховаться. А, подстраховаться. Ой. Ой. Осторожно, здесь пол неровной. Я заметила. Ну, ничего страшного, я же не на кавалуках. А ты знаешь, тебе идет. Очень. Ты что, решил убить их всех? Юлю, ребенка, Свету, Александру, Ирену? И как ты собрался? Поодиночке их убивать или всех вместе? Поодиночке. И не я, а мы сделаем так, что не станет Юли и ее ребенка. А виноватыми в этом будут Олег или Света. Ну, знаешь, если уж выбирать между ними, то я предпочла бы, чтобы это была моя сестра. Тогда она сядет в тюрьму. Да, пожалуй, это для нее будет страшнее смерти. Она, наконец-то, займется своим любимым делом. Сидеть за чужие преступления. В любимых аксессуарах, наручниках. Ну, что ж, если с этим разобрались, перейдем к главному. Осталось выбрать орудие преступления. Ты знаешь, а мы выберем оригинальное орудие преступления. Машину Светы. Нам ведь надо, чтобы она убила Юлю, не правда ли? Это будет улика совершенного Светкой преступления. Хорошая мысль. А то. Не зря же ты ей эту игрушку подарил. В аксессии в бухгалтерии в диспетчерской у нас нет. А в дворники вы не пойдете. Ну, почему же не пойду? Я пойду. Наталья, она, наверное, студентка. Ну, прими ее, дай девчонке подзаработать. Ну, сама понимаешь, что на стипенде ты не проживешь? Да нет, я и не студентка, но разве это имеет какое-то значение? Вы правы, ваш социальный статус нас не волнует. Геннадий Михайлович, расскажи девушке графика работы, может, тогда передумает? Я знаю, что вставать нужно очень рано, меня это не пугает. А низкая зарплата вас не пугает? Ну, вы сами понимаете, что, чтобы что-то подзаработать, вам придется взять на себя два участка. Я справлюсь. Значит так, милочка, перестаньте тут разыгрывать комедию. Вы что думаете, я поверю, что вы пришли работать дворником? Насмешили. Уходите, немедленно. Нам некогда заниматься ерундой. Слушай, от этих журналистов нигде покоя нет. Да я не журналист, правда. Ну, почему вы мне не верите? Мало ли, какие бывают в жизни обстоятельства. Я действительно очень хочу работать дворником. Ты мне зубы не заговаривай. Ты себя в зеркало видела? У тебя одна кофточка стоит столько, сколько у нас дворники за год не зарабатывают. И духи я эти знаю. Даже я себе позволить такие не могу. Простите, но... Милочка, с тобой все ясно. Иди домой, не мешай работать, потому что такие дворники нам не нужны. Ну, так чего? Чего скажешь-то? Хорошо. Великолепно. Самое банальное, темное, грязное, плесневелое подземелье, которое я видела в жизни. И вообще все мне напоминает тайную сходку. Ну, почему же сходку? Это скорее свидание. Между прочим, тоже тайное. Никто не знает, что ты здесь. Правильно. Значит, мы можем здесь. Что? Обсуждать тайные вещи. И даже клады прятать, если захочется. А что нам прятать? Нам с тобой не надо еще прятать. Нам нужно только... Что? Искать. Что? Клад здесь зарыт. Коварная идея, это мой конек. Вы не знали? Знали, но недооценивали вас. Вам же хуже. Ну, ладно, давай-ка прикинем наши шансы и подумаем, как все это осуществить. Ну, что тут думать? Взяли, сбили, машину бросили в людном месте. Ну, машина света, это хорошо. Но нужно придумать еще какие-то улики, которые бы указывали на свет. Хорошо, придумаем. Ты говоришь так, как будто у нас вагон времени. Хорошо, хочешь, я тебе завтра организую эту аварию. Ты считаешь, что у нас все готово? У нас есть самое главное. Информация. Юля каждый день в одно и то же время ходит на свою эту гимнастику для беременных. А ты откуда знаешь? Встретила ее сегодня. Она мне сама все рассказала. Значит, на ловца я зверь? Что ж, жена моего братца расстанется с жизнью возле больницы. Так тому и быть. Но вот еще что. Что? Действовать надо наверняка. И ошибки быть не должно. Света. Ой, Юля. Прости меня, пожалуйста. Ты меня напугал. Проходи. Света, нам надо поговорить с тобой. А что? Ты меня прости, я просто тебя звала и ты шла по улице, как со мной была. Я не оборачивалась. Я... Прости, я не слышала, наверное. Что случилось, Свет? Что у тебя произошло? Все в порядке. Свет, ну я же вижу, как хорошо, что я приехала. Это правда хорошо. Я прям чувствовала, что у тебя что-то случилось. Свет, пожалуйста, расскажи мне. Клад лежит здесь. А вот это все, это следы наших стараний с Эдиком Шофердымовым видела. Совершенно напрасно стараний. Ты понимаешь, плита такая. Уж и сверлили мы ее. И долбили. Чего мы только не делали. Ну, взрывать надо. Да, конечно, взрывать. Вот подержи. Вот смотри. Заряд здесь нужен. Вот такой. Вот такой. Вот такой. И не меньше. Угол наклона должен быть сорок пять. Не, сорок два градуса. Запомнил? Не больше. А глубина, на которую заряд закапывает пятнадцать с половиной сантиметров. Да, повтори. Сорок два, пятнадцать. Пятнадцать с половиной сантиметров. Да, вот. А какой камень? Это гранит, наверное. Точно, гранит. Точно, да. Слушай, Люся, а ты извини, я забыл. На какую глубину нужно закладывать заряд? Глубину? Как ты заинтересовался, а? А я тебе что, совсем не нравлюсь, да? Что? Мне понятно, зачем ты меня сюда приволок. В смысле? В смысле? И понятно, зачем ты со мной познакомился. Вообще. Я тебя не как женщина, а как подрывник интересую. А, ну да. Ой, то есть, Люся, да нет, я ерунду какую-то говорю. Люся. Дай фонар. Где выход? Люся. Там где-то. Люся. Я понял. На втором цилиндре нужно маслосъемные кольца поменять. Кольца? Это ж работа на всю ночь. Ну да, но я все перепробовал, ничего не получается. Что делать? Ну что, помогать мне будешь или пойдешь спать? Да, конечно, буду помогать. Зачем мне спать? Все равно мне делать нечего. Жень, давай сделаем перерывчик, а то я на этим мутациклом уже больше суток сижу. Ладно? Да. Хорошо. Я весьма слик, Суша. Ну, Свет, ну все у тебя будет хорошо. Ну я же точно знаю, ты даже не сомневайся в этом. Юль, а ты такая хорошая. Такие добрые люди, как ты, должны быть счастливы. Обязательно должны быть. Свет, я и так счастлива. Давай, рассказывай, что у тебя происходит. Юля, я тебе все расскажу. Все, все расскажу обязательно. Потому что я не могу так больше. Но только это не сегодня. Ладно? Люся, стой! Значит так, ты никуда не уйдешь, пока я тебе не объясню? Хватит мне заливать. Я уже все давно поняла. Зачем ты меня сюда приволок? В своих корыстных целях. Люся, ну, ну да, в корыстных. Ты меня интересовала, как специалист, но не знаешь, что ты меня не интересуешь? Как? Что как? Как подрывник? Представляю, как ты ржал надо мной, когда я вот так вырядилась. Люся, да, ты меня интересовала, как подрывник, но сначала, потом-то я влюбился. Даже это ты сейчас говоришь только потому, что боишься, что я разболтаю твоим хозяевам. Да не волнуйся уже. Ничего я никому говорить не буду. Живи спокойно, Аладдин. Ну, где же ты была, а? Ну, в каких-то мирах, Витал, я до тебя достучаться даже не мог. Да я здесь, я здесь всегда была. Ты здесь? Да, просто так нужно было, понимаешь, да? Значит, ты вернулась, да? Да. Ты вернулась. Ты вернулась. Замечательно. И ты теперь будешь такой же Ксюшкой, как прежде, да? Такой же. такой же, такой же хороший. Да. Слушай, ты не поверишь, ну как я бы тебе скучала, а? Я даже не знал, что так можно скучать. Да, я тоже. Я знала, я знала, что я буду так скучать. Ну, зачем? Зачем ты так сделала? Зачем? Да, я потом тебе расскажу, хорошо? Потом. Да. Потом. Да. Да потом. Да я же тебя никуда не отпущу. Я, 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 я никуда не уйду. Конечно, не уйдешь, я тебя не отпущу. Ты должна отдохнуть. Все, надо лечь, заснуть, выспаться. А завтра, завтра мы с тобой про все поговорим, да? Да, знаешь, как у меня план? Завтра я иду на гимнастику, потом на УЗИ, и наконец узнаю, кто мне родится, мальчик или девочка. Да? Да. А потом я тебе позвоню, сразу после консультации, хорошо? Хорошо. Мы договорились с тобой? Да. И ты мне все расскажешь, ты мне все расскажешь. Ну, маленький, все, ну, перестань. Все. Поздно уже. Да. Поздно. Да. Свет, хотел сказать, что бы я не узнала, что бы ты мне не сказала, мое мнение о тебе никак не изменится. Ксюш! Ксюш, ты где? Ксюша! Если это шутка, мне она не нравится. Я предлагаю выпить за Ксюшу, чтобы все у нашей девочки было хорошо. Нет, а я предлагаю выпить за вас. В чем за нас-то? Кто виновник торжества? За тебя. Давайте выпьем за то, чтобы мы все были здоровы и никогда не ссорились. Нет, мы выпьем за тебя. За то, чтобы все у тебя получилось, чтобы ты не скучала, чтобы тебе там все понравилось, чтобы ты приобрела новых друзей. В общем, за тебя, дочка. За тебя. Мамочка, ну ты береги папу, ладно? Чего мне беречь-то? Я не хрупкий, мне использовать надо по назначению. Папочка, нет, тебя нужно беречь. Ты же у меня самый лучший папа. Я бы тебя ни на кого не променяла. не видел Ксюшу? Спать надо меньше. Ну так видел или нет? Ушла она рано утром. Куда? Быстро собралась, попрощалась и убежала. А что ж ты меня не разбудил? Ну что я, конвой на ее, что ли? Откуда я знал, куда она и зачем? Я чувствовал, что что-то не так, вот что-то не так. Какая-то она была, будто все в этом мире знает. Будто в сто раз меня умнее. Почему тебе так показалось? Да не знаю, я не могу объяснить. Она была все время такая маленькая, а я был старше нее, а тут все наоборот. Маленьким был ты? Очень смешно. Ладно, извини. Мне тоже показалось, что Ксения повзрослела за это время. Как-то меня это не радует. Нехороший знак. Тебя ведь еще что-то тревожит, я вижу. Да. Она испортила свой портрет. Знаешь, что выкинула моя сестренка Ксюша? Укатила в Англию. Ну, девочка решает свои проблемы как может, хотя, если не понадобится, я ее и в Англии найду. Ну, я надеюсь, в ближайшее время нам с тобой будет чем заняться. Из этого? Да. Хотя, конечно, нужна-то мне не она, а ее папаша. Папашу в Англию не увезешь, не спрячешь. Он всегда будет у меня на крючке. Рита, по сравнению с нашими ближайшими планами, это такие мелочи? Да, но у меня с Давыдовым старшим свои счеты. Сообщить ему о том, что его дочь на самом деле не его дочь, ты сможешь в любой минуту. но мне кажется, этой новостью лучше добивать, а не начинать войну. Ну, хорошо, согласна. Оставим эту информацию на десерт. Что ж, тогда перейдем к делу, к нашему, так сказать, основному. Так вот, нужно, чтобы у Светы в момент, когда Юля будет выходить из больницы, не было алиби. подумай. Но есть еще один вопрос. Кто поведет машину? Я. Или я. Ты знаешь, мой покойный папаша, спасибо ему большое, позаботился о том, чтобы его дети умели водить машину. я уверен, что твой папа был замечательный человек. Но с моим отцом и моим братом у меня свои счеты. Так что, за рулем был я. И почему же вчера твоя невеста сбежала? Она мне не невеста. Ну ладно, девушка твоя. И не девушка. Хорошо. Почему же вчера твоя знакомая, скажем так, выбежала вся перепуганная? То что, я грязно домогался? Даша, а тебе не кажется, что это не твое дело? Ну ладно, не обижайся на меня. Я же хочу тебе помочь, чем смогу. Тебе что, заняться нечем, а? Ну найди себе дело какое-то по дому. Пойди убери что-нибудь. Вообще-то, я пришла сюда тебя проведать. А ты мне грубишь зачем-то. Даша, я просто не люблю, когда мне лезут в душу. Это понятно. Иди. Иди, иди, иди. Значит, влюблен. А ты бери пример с меня. Вот меня тоже не любят, а мне плевать. как дела? Хорошо, Георгий Александрович, обед будет вовремя. Ну, с обедом можно и торопиться. Обедать, собственно, и некому. Ирена с Александром не будет. Они решили с Ксенией поехать вместе в Москву. Жаль. А я тут рыбу с медово-верисковой заправкой затеяла. Ага. Так это хорошо, что затеяла. Откроем бутылочку вина, Нет, ничего мы не откроем, не надейся. Значит, вот так получается, да? Ну, как ты? Хорошо. Как Андрей вернулся, с тех пор все хорошо. Как будто вторая молодость. Да, прилив энергии, сил. Так что у меня все замечательно. Что-то верится с трудом. Ну, а чего же? Мы с Андреем родные люди прожили почти целую жизнь. Да не было у тебя еще жизни-то. А это не тебе судить. Моя жизнь, это моя жизнь. Значит, у вас, Андрея, все хорошо. Да. Слава Богу, все хорошо. Заявление о разводе мы принимаем только от обоих супругов. Да она не возражает, и потом она тоже принесет свое. Вот вместе и приходите. Мое-то хоть возьмите сегодня. Да не могу я. По одному это в суд, пожалуйста. Да какой там суд? Делить нам нечего, детей у нас нет, претензий тоже. Мы оба не возражаем. Вот договоритесь и приходите вместе. Девушка, ну ведь не живем мы вместе. Что мне, за ней бегать, что ли? Ну, вы поймите нас, не можем мы принять у вас заявление. приняли бы с большим удовольствием, но, увы, правила такие, не мы их придумали. Так что, извините, ради Бога. Здорово, работнички. Праздник у вас сегодня, да? Какой праздник? Только что отвез хозяев в аэропорт. Они решили Ксюху до самой Москвы проводить, так как у нее перед отъездом Англии целые сутки впереди. Ну, так что сегодня они не вернутся. Здорово! Целый день без хозяев. А ты что, не рад что ли? Ну, так а чему радоваться-то? Все равно мы в доме не одни остаемся. Как не одни? А кто еще? Юля после обеда на гимнастику. У Олега тоже наверняка какие-нибудь дела. Да. Вот когда надо свою Люситу приводить. Подожди, подожди, секунду. Я что-то не понял. При чем здесь Люся? Ты представляешь? Он ее затащил в винный погреб, чтобы никто не увидел. Она бедная, там перепугалась и сбежала. Ты что, притащил Люсю в винный погреб? Это мое личное дело. Не кажется вам так? Нет? Нет, нам так не кажется. Слушай, значит, в доме точно никого не будет. Ага. ты здесь? Юль, я тебя потерял. Ксюшка уехала, без нее стало пусто. Хоть характер у нее, конечно, не сахар. Не сахар. Это если мягко сказать, не сахар. Да. еще теперь как-то скучно. Ну, знаете, как Ксюха, я, конечно, развлекать не умею, но... Ты лучше скажи мне, ты почему в аэропорт не поехал? М? Ты, честно говоря, хотела родителей наедине оставить. А у них сейчас только-только все складываться началось. Да и с Ксюхой у обоих теплые отношения поэтому моя трения с отцом только все. В общем, мне нужно было. Какой же ты у меня внимательный. Нет, правда, это время им лучше провести втроем. Да и Ксюхе важнее побыть с родителями, чем со мной. Лека, вот я смотрю на тебя и горжусь. Правда. Ты у меня такой, такой прекрасный, такой замечательный, такой... Издеваешься? нет. Я просто влюблена в своего мужа. значит, от Юли уволилась. Зачем? Так надо. да вроде как-то у вас же все хорошо шло, да? Да, довольно хорошо. А что, уволилась тогда? Не могу я с ней больше работать. Казалось бы, да, устроилась на хорошую работу. Как-то нарядов себе прикупила. И тут на тебе и уволилась. Ой, ну вон, ну было же тебе куда все это носить. А, Свет, ну-ка, подержи, держи. Какая прекрасная куртка, а? Ты, кстати, где ее купила? С Юлей по магазинам ходили, да? Да, теперь действительно некуда надевать. Да ладно, некуда, такую куртку можно носить всегда. Не для меня это все. Чего тебе не нравится, я не пойму? Рита, меня она раздражает, если честно. Потому что все это неправда. Не из моей жизни. Даша! Привет. Привет. У тебя все в порядке? У меня да. А у тебя? Да не очень. Ты Ксения? Да. Она здесь? Нет, ее нет. И не будет. Она уехала вместе с родителями в аэропорт. Что? В аэропорт? Зачем? Она улетает сегодня в Англию. В Англию? И надолго? Я думаю навсегда. Ты все рассказал. Рассказал! Ну, рассказал. Ах, господи, какой же ты идиот, а? Ну, какой критин. Между прочим, если ты забыл, это я вел тебя в курс дела. Это была моя тайна. Я не давал добро, чтобы ты кому-нибудь об этом рассказывал. Люся, это ты, ты просто не понимаешь, Люся, это такой человек, она же не будет никому рассказывать. Она не будет никому рассказывать. Рассказывать, не рассказывать, это детский сад, ты понимаешь? Ну, все, все, отстань от меня. Я думал, что ты гораздо умнее. Вообще-то, я про себя тоже думал, что я гораздо умнее. Да в гробу я видал твою самую иронию, понял? Да какая самая ирония, Эдик? Люсю, я обидел. Свет, ну, почему ты решила, что это не твоя жизнь? М? Не люблю несоответствий. Прости, но я не совсем тебя понимаю. Скажи мне, почему же ты все-таки решила уйти от Юли? Все ты понимаешь, Рит. Я ей в глаза больше смотреть не могу. Совесть замучила. Ну, конечно. И теперь ты решила наплевать на свою жизнь. Хорошо, что ты хотя бы ей про ваши отношения с Олегом ничего не сказала. Пока не рассказала. Что значит пока? Ты что, собираешься ей все это выложить? Я собираюсь сделать то, что надо было давно сделать. Невозможно врать всем и быть в мире с самой собой. А почему ты думаешь, что она никогда не вернется? Это она тебе сказала? Ну, уж во всяком случае, она туда не на уикенд подалась. Она получит в Англии образование. У нее там родственнички есть. Помогут с трудоустройством. Ну, так это она тебе сказала? Или это ты так думаешь? Даже если Ксения захочет сюда вернуться, для тебя это равно сильно никогда. Ты что, этого еще не понимаешь? Она даже не соизволила тебя предупредить о своем отъезде. А ты еще на что-то надеешься. Ты что, ты хочешь сказать, что ты сначала рассказал мне про клад, а после поссорил тебя, что ли? Отлично! Ну, не томи ты меня, не доставай. Ну, понимаешь, фигово мне на душе. Понимаешь, фигово! Что ты делаешь? Не твое дело. Может, после всего этого ты меня еще пошлешь? составляю удобрения для кактусов. Устраиваю тебя. Ты всегда боялась причинить Юле боль. Ну, что ж, теперь ты изменилась? Я сейчас боюсь, Рита, очень боюсь, но я не могу так жить дальше. Свет, а ну-ка, вставай. Пойдем, пройдемся куда-нибудь, погуляем. Ну, на тебя смотреть без слез уже невозможно, Свет, ну, пожалуйста. Ну, я прошу тебя. Нет, Рит, нет. Спасибо тебе, но я не могу сейчас. Юля скоро приедет. Ну, хорошо приедет, ну, позвони, скажи, что, ну, на другое время перенесите вы вашу встречу. Не могу я на другое время. У нее там УЗИ сейчас, гимнастика, я буду ей звонить, надоедать. Ну, да, понятно, конечно. Тем более, что Юле сегодня вечером предстоит такое узнать. Слушай, ну, хочешь, я потом могу взять у родителей ее адрес, ну, и наверняка можно будет ей позвонить. Женя, ну, не переживай, не расстраивайся, все будет хорошо. Правда, все, все будет хорошо. Извини. Ну, куда же? Так что, твоя Люся прямо так сказала, взрывай, и все расчеты, ну, по которым надо взрывчатку закладывать, тоже дала. Дала? Значит так, она мне не то, что расчеты не дала, она мне сказать ничего не успела, понятно? Ничего это не понятно, а что со мной так разговариваешь, а? Между прочим, это ты облажался, а не я. И из-за тебя под угрозой все наше дело, и дом Давыдов тоже под угрозой. Если информация просочится каким-нибудь кладоискателем, ага, типа нас с тобой. Типа нас с тобой. Только мне казалось, что нас с тобой вполне уже достаточно. А теперь нарисовалась эта твоя Люся. Люся меня бросила, и давай закроем тему. Трагично. Ну и чего? Она тебе все-таки успела сообщить, как взрывать? Женя, постой! Постой, ты куда? Женя! Послушай, оставь меня сейчас, а? Я просто побуду рядом, я не хочу оставлять тебе одного. Даш, неужели ты не понимаешь, что мне сейчас никто Ксюшу не заменит? Я не собираюсь ее заменять. Я хочу стать твоей единственной. ты можешь здесь с ней сидеть, а? Мешаешь ты мне? Серег, ну, ну ты ведь не идиот, а? Ну, ты ведь понимаешь, что даже если здесь все не взлетит на воздух, по-любому и там наверху, они услышат, что был взрыв. Ты же мне сам сказал, что никого в доме нет. Мне нужна моя половина клада. Я не понимаю, почему она нужна тебе именно сегодня? Сегодня вот. А я тебе объясню, почему. Потому что я хочу бросить эти все сокровища к ее ногам, чтобы Люся знала, что я сюда ее приводил. Не ради этого клада. Ясно тебе? Что ж ты? Я против. Понял? Остынь. Потом решим, как действовать. Ну, дай сюда. Сюда дай. Ты далеко? Поеду, позанимаюсь спортом. Ого. Это что, шутка такая? Нет, это не шутка. Мне, между прочим, прописали гимнастику для беременных. А потом я зайду и наконец узнаю пол нашего с тобой ребенка. И ты молчала. Юль, давай я с тобой поеду, а? Ну, Олег, ну, ну зачем? Будешь там сидеть два часа. Вначале мне гимнастика, потом у меня консультация. Ну да, ну да. Ну тогда давай, и потом заеду за тобой, заберу. Ну, потом, честно говоря, у меня дела. Угу. Интересно, какие? Секрет? Ну, не секрет. Я вчера заезжала к Свете, а она в ужасном состоянии. А что с ней ужасного? Что-то не так? Да вот, как раз собираюсь выяснить, что не так. Мне так кажется, что ей сейчас даже поговорить по душам не с кем. И ты решила, что ты тот человек, с которым ей можно поговорить по душам. Олег, вот сейчас даже не начинай, ладно? Меня даже не пугает уже твоё равнодушие к другим людям. Мне кажется, что Света хочет мне в чём-то признаться. И что? Значит, всё-таки решил взрывать. Безбашенный ты, Серёга, вы безбашенный. Ты отползи лучше, то башку снесёт. Ещё четыре секунды, и мы с тобой богачи. Надеюсь, что Люся тебе всё правильно рассказала. А? А? Так. Уже вернулась? Угу. А что так быстро? Ты к ней не ездила? Ну, ездила. Ну, и успела сделать, что хотела. Успела. Так рассказывай. Слушай, ну, давай потом тебе расскажу. Рит, давай только не будем набивать тебе цену. У меня правда не до этого сейчас. Ну, ну, сейчас не то время. Ты можешь, в общем, посетитель к тебе пришёл. Кто ещё? А она не представилась. Ну, приглашай. Сейчас быстро закончим с ней. Перейдём к нашему делу. Боря, а выйди, пожалуйста, туда. Пожалуйста. Скажи, я буду через минуту? Хорошо. через минуту. Ну, через минуту. через минуту. Серёга, сегодня по-любому складам у нас не получается. Просчиталась твоя Люся. Да нет, Люся здесь ни при чем. Конечно, Люся тут ни при чем. Может, ты скажешь, что это ты все рассчитал? Ну да, практически я. Что, ты хочешь сказать, что должно было взорваться все это твои соводители, что ли? Ну, она не успела мне ничего рассказать. Зато ты дурак успел. Давай, 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 давай еще переубиваем друг друга, а потом взорвемся нафиг. Короче, взрывателей с тебя никакой. Долго мы еще здесь лежать будем? Шнур, наверное, погас. Пойду я посмотрю. Лежим. А вдруг еще сейчас взорвется? Да не пойду. Ну, что там? Мне понадобится информация по компании, которая занимается... Цвета. Вот это номер. Теперь ты понимаешь, кто должен везти машину? Получилось. Эти. Получилось? Что? Что, что? Нашли! Что? Серега. Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но женится на беременной Юлии. Александр и Ирена провожают Ксению на учебу в Англию. Эдик и Сергей пытаются добраться до клада, но из-за взрыва в подземелье происходит обвал. Задумав отомстить Олегу, Борис и Рита решают убить Юлию, но так, чтобы все подозрения пали на свету. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, Чёрным воронам. Всё прощается в любви, Искупается любовью, Очищается любовью, Как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, не двинув бровью, То, чего не смоешь кровью, Вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, Чёрным воронам. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, чёрным воронам. Ой, башка раскалывается. Серёга, Серый. Серёга. Чёрт. Ну, ты мать даёшь. Сработало, да? Отлично. Вот видишь, какая я гениальная. Пять баллов? Вас теперь, как говорится, родная мать не отличит? Ну, если очень издалека. Ну, слава богу, матери у нас не были разные. Хотя, конечно, фигуры у нас несколько отличаются, ты не находишь? Да, фигурка у тебя супер. Светя такая и не снилась. Но ведь фигурку ты светить не будешь? Народ будет в шоке. Да, толпа будет с ужасом смотреть на мерзавку, сбившую беременную женщину. А свидетели, надеюсь, запомнят очки, платок и светлые волосы. Я думаю, что в машине издалека я буду копия Светы. Ну, уж если я повёлся, то и другие тоже самое подумают. Если сегодня наш план сработает, то уже завтра моя любимая сестрёнка будет сидеть в тюрьме. Юль, ну подумай сама, ну зачем тебе сейчас эти чужие проблемы? Ничего себе чужие проблемы. Света моя подруга, не чужой мой человек. Ладно, подруга, подруга. Но ты же прекрасно понимаешь, что тебе сейчас нельзя волноваться. О себе не думаешь? Подумай хотя бы о нашем с тобой ребёнке. Все эти тревоги ему передаются. Олег, ну всё это глупости. Ничего себе глупости. Сама всё время об этом мне говорила, а теперь, значит, глупости. Я думаю, что нашему ребёнку беспокойство за близких людей не повредит. Юль, самый близкий человек сейчас для тебя, это наш малыш. Да. Разве не так? Да, так. Я думаю, он будет горд помочь Свете. Ты пойми меня, родная. Я просто очень хочу оградить тебя от всех этих ненужных, от ненужных волнений и тревог. Олег, ты что, ревнуешь что ли? Серёга. Серый. 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 Ты живой? Давай, поднимайся. Давай, поднимайся. Давай. Ну, слава Богу, живой. А, что? Серый. Слышь, говори меня. Слышь? Серый. Ой, слышу, слышу. Чёрт, болит-то как всё, а. Где болит? Нога? Да, нафиг его знать. Везде болит. Слушай, я ж видел. Что ты? Видел я их. Кого их? Монеты золотые там. Рита, а зачем нам так спешить? Я что-то не пойму, тебе что Свету жалко? Или может быть Юлю с её несчастным отпростоом? Не говори ерунды, просто у нас всё сыро. Мы не успели нормально подготовиться. Почему сегодня? Послушай, у меня такое ощущение. Послушай ты! У меня такое ощущение, что ты болван. Сейчас всё складывается как нельзя лучше. Светка сидит дома, ждёт звонка от Юли. Откуда ты знаешь, что у неё было? Естественно, была. Юля должна приехать с каких-то там гимнастик, для будущих мам, что-то такое. И приехать она должна к Светке. Но она не доедет. Подожди. Может, всё-таки нам стоит подготовиться получше. Всё обдумать, просчитать все ходы. Ну зачем так спешить? Нет, я сказала! Нет. Я всё просчитала. Другой возможности вообще может не представиться. Почему? Да потому что Светка решила рассказать этой глуши Юли о своих отношениях с Олегом. И мы не знаем, чем закончится это объяснение. Поэтому, может, вообще это наша последняя возможность. Да, конечно. Я что-то не пойму. И что за реакция? Ты что, боишься? Или, может быть, ты больше не хочешь отомстить своему брату? М? Я тебя ревную? Ха-ха. Да, я всё поняла. Ты меня просто отпускать не хочешь, да? Я тебе мало внимания уделяю? Да. Олег, всё, я опаздываю, серьёзно. Олег, я опаздываю. Понимаешь? Пока. Пока. Олег. Олег, мне нужно на УЗИ. Понимаешь? Всё, Олег, мы сегодня с тобой узнаем, кто у нас родится. Понимаешь, отметим это потом в кафе. Будет прекрасно. Хорошо. Всё. А, ну, вначале я к Свете, а потом в кафе. Хорошо. Потому что Света мне должна сказать что-то очень важное. Олег, Света, привет. Ты дома? Отлично, я прошу тебя, никуда не уходи, я сейчас приеду. На этом, по-моему, нет ничего. А? Погоди, погоди, как это? Как это нет? Ты сходи там возле плиты. Посмотри и мне принесись вот. Слушай, ты приедешь. Если они там были, значит они там останутся. Давай осмотрим тебя, может что-то серьёзное. Ну, слушай, я тоже здесь останусь, я тоже никуда не денусь. Я тебя прошу, сходи. Погоди, ты принеси меня. Погоди. Не дёргайся. Слушай, ну, здесь ничего нет. Ну, как это нет? А ты, ты точно их видел? Господи, ну что ли я? На сказке тебе рассказываю, сейчас я сам подожди. Чего? Я, кажется, идти не могу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы закажете сразу или мне подойти попозже? Нет, я готов сделать заказ, тем более у меня всего одно желание. Очень хорошо, я вас слушаю, чего хотите? Получить работу в вашем кафе. Послушайте, вы опять за старым? Да. В прошлый раз вы обращались ко мне по поводу работы? Угу. Мне показалось, что я довольно доступно всё объяснила. Ну, женщины могли передумать. Женщины такие непостоянные. Не так ли? Только не надо со мной заигрывать. Со мной этот номер не пройдёт, я этого не люблю. Ну что, как можно? Я даже и не думал. Чего же вы ещё хотите? Если вы думаете, что я передумаю, то глубоко ошибаетесь. Я не меняю, к счастью, своих решений. А почему вы думаете, что это к счастью? Ну, хорошо. Это ваше последнее слово? Да, последнее. У меня нет для вас работы. Хорошо, я всё понимаю. Мне можно идти? Если вы хотите, вы можете остаться, но в качестве посетителя. Хочу. Если вы желаете, я могу угостить вас в кофе. Очень желаю. И давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к этому вопросу. У меня для вас работы нет. Оказывается, я в тебя ошибалась. Я думала, что ты мужик сильный, амбициозный. Вот не надо, не надо делать поспешных выводов. Правда? У тебя что-то незаметно. Ладно, хватит. Лучше... Расскажи мне, как ты собираешься умыкнуть Светкину машину так, чтобы она ничего не узнала? Ну, во-первых, у меня есть вот это. Ключи от её машины. Как же тебе удалось? Да проще некуда. Нашла подходящий момент, а эта ворона вообще ничего не заметила. Но ты, главное, не забудь вернуть их на место после всего. Боря, спасибо. У меня свои мозги на месте. Так, во-вторых, Светка на машину припаркована так, что из окна её совсем не видно. Так что сегодня мне все карты в руки. Ну и отлично. Ну только незабываемый хороший. Твоя помощь мне очень понадобится. Вот как. Ну и что же я должен буду делать? Как вы себя чувствуете, Юлечка? Вас что-то беспокоит? Нет, всё хорошо, Игорь Петрович. Тогда зачем же вы пришли? Насколько я понимаю, следующая наша встреча назначена на... вот ровно через три недели. А вы пришли намного раньше. Да, я пришла раньше. Игорь Петрович, ну вы помните, в прошлый раз ультразвуковое обследование не показало нам полребёнка? Помните? Ну да. Вот. И что? Ну Игорь Петрович, ну вы же понимаете. Ну давайте проведём ещё одно обследование, ну пожалуйста. Так, понятно. Ох, молодёжь, молодёжь, всё вам не терпится. Я не рекомендую вам лишний раз делать УЗИ. Из-за вашей прихоти не нужно беспокоить ребёнка. Это я вам как врач говорю. Давайте дождёмся следующего планового УЗИ. Юрий Петрович, ну мой муж говорит то же самое. Вот. Ну я нервничаю. Я должна знать, с кем я разговариваю, к кому я обращаюсь. Не знаю, я извелась, ну пожалуйста. Ну хорошо. Только имейте в виду, если и в этот раз ваш малыш нам ничего не покажет, до предродового обследования никаких УЗИ. Хорошо, но он покажет. Вот точно знаю, что покажет, честное слово. Уверена, спасибо. Распишись, хозяйка. Привезли всё, что заказывали. А вы пока подгоните машину к заднему двору, хорошо? Я подыщу какого-нибудь грузчика. Послушайте, может быть, вы разгрузите? Я не понял. Я заплачу, правда, очень хорошо заплачу. Нина, я что-то не понимаю, вы зачем меня просите? Вам что, не нужны деньги? Да какие деньги, Нина? Ваш парень рабочий давно уже всё разгрузил. Пётр Николаевич, что вы такое говорите? Какой мой парень? У меня нет никакого парня. Да ладно. Я серьёзно говорю. Так, ну-ка пойдёмте, вы мне покажете этого парня. Пойдёмте, пойдёмте. Нина, куда же? Что? Вот он сидит за стульком. Ты должен позаботиться о моём алиби. Не вопрос. Когда тебя не будет, я пробегаюсь по всем кабинетам в банке. И будешь спрашивать, а Риточка не пробегала тут где-нибудь мимо, да? Ты не дослушала. Я создам видимость, что ты где-то рядом. В архиве, например. Буду разговаривать с тобой громко по телефону. Ну выкручивай всё, не переживай. Смотри мне, я на тебя очень надеюсь. Главное, как можно скорее верни машину Светке на место. Спасибо тебе большое. Вообще-то я не дура. Стой. Как будешь на месте, позвони. Я буду ждать. Хорошо. Можно я с ним уплачу? Зачем ты приехал, Олег? Ты объяснишь мне? Я пройду? Нет. Сначала ответь, что тебе нужно. Мне нужно поговорить с тобой. Олег, мне сейчас некогда. Я жду подругу. Юлю? Не важно. Можешь ничего не придумывать. Я и так прекрасно знаю, что ты ждёшь именно её. Знаешь? Да, мне Юля сказала. Сказала, что ты хочешь рассказать ей что-то важное. Да это правда. Но я хочу поговорить с ней наедине. Поэтому тебе придётся уйти. Света, а Юля будет не скоро. Поэтому у нас есть с тобой время всё обсудить. Что обсудить? То, о чём ты собираешься говорить с моей женой. Ты ведь собираешься рассказать ей о нас? Давай, помогай мне. Штанину здесь держи. Давай, давай, давай. Не, не дёргайся. Ты можешь не тянуть, а? Ну чё, тебя молчи, ну? Терпи. Чёрт. Да. Нехило тебя зацепило. Рваная рана. Короче, срочно в больницу надо. Нет, 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 не надо в больницу. Слушай, всё нормально, я потерплю. Ты иди, ищи, ищи, и сиди. Что, клад? Сначала тебя надо отсюда вытащить. Так, отпусти мне руки, не трогай. Не надо меня тащить. Клад забери. Так. Чёрт одного, мне тебя не вытащить. Значит так, пойду за помощью. Стоять. За какую помощью? Ты что, сюда людей собрался приводить? А? Чтобы отплакали наши деньги? Да какие деньги? Ты что со своим кладом вообще рехнулся что ли? У тебя заражение кровью может быть. Ну, ногу оттяпают. Тебе это важно? Плевать. Пока мы не достанем клад, я отсюда никуда не уйду. Так это сделали вы? Да, я. Я хочу вас спросить, а кто? Кто вам разрешил трогать мой товар? Зачем вы это сделали, я вас спрашиваю. Я хотел просто вам помочь и всё. Мне помочь? Послушайте, кто вы такой? Почему вы здесь всё время ошиваетесь? Что вам нужно от меня? Мне же он сказал, мне нужна работа. Боже мой, я в десятый раз вам повторяю, если вы глухой у меня для вас, работы нет. Я просто поражаюсь такой наглости. Ну хорошо, я не буду вас больше беспокоить, я ухожу. Подождите. Вы мне? Да, вам. Постойте. Идите сюда. Я вам не заплатила за работу. Вот ваши кроны заработанные. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам. Всё. Что всё? Всё, вы можете идти. Между прочим, кто-то здесь обещал угостить меня кофе. Я? Ну, да. А, ну да. Да, хорошо. Ты не должна ничего ей говорить. Ты же знаешь, что Юле нельзя нервничать. Я знаю, что Юлю нельзя больше обманывать. Свет, это жестоко. Ты понимаешь, что это жестоко? Жестоко? Жестоко то, что происходит сейчас. Юля слишком открытый, доверчивый человек. Нельзя так. Она не заслуживает этого. Да, 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 ты права. Нельзя говорить ей правду, понимаешь? Сейчас нельзя. Потом. Олег, я думаю, что правду нужно говорить именно сейчас. Немедленно. Это Юля. Света, подожди. Алло. Юля? Нет, Светочка, это не Юля, это Рита. Рита? Что случилось? Нет, ничего не случилось, просто я хотела узнать. Юля к тебе уже пришла? Нет еще. А в чем дело? Зачем ты звонишь? Ну, понимаешь, просто наш с тобой последний разговор. В общем, я как-то заволновалась. Не волнуйся, у меня все в порядке. Правда? Ну, хорошо. Только, знаешь, все-таки ты мне позвони, когда вы с Юлей поговорите, хорошо? Зачем? Ну, как зачем? Ну, как зачем, Света? Ну? Ну, ты всегда должна помнить, что у тебя есть сестра, которая тебя выслушает, поймет. М? Светик. Ну, хорошо, давай. Целую, пока. Я смотрел тут, и там ничего нет, поверь мне, ничего. Черт, все самому надо делать. Да чего? Ладно. Я, я за брезентом пойду. Зачем? Ну, все, совсем идешь, что ли? Ну, вытащи тебя отсюда, ну. Ну, все. Что там еще? Все, уходя. Нам отсюда не выбраться. Выход завалило. Интересно, интересно. Что? Ну, какой кофе у вас здесь варит? По-турецки. Вот это значит по-турецки. Да. А вообще странный вопрос для человека, который хочет устроиться на работу в кафе. Ну я же не в барменных хотел, ну, грузчикам. Как видите, бармены нам не нужны. А грузчики? Может быть нужны? Ваш кофе. Пейте. Спасибо. Нина, не обижайтесь, но кофе по-турецки варится не так. Интересно, а как? Смею вас спросить. Настоящий кофе по-турецки готовят сразу с добавлением сахара. Уже потом подают к нему не сахар, а холодную воду. Я впервые встречаю грузчика, который так хорошо разбирается в приготовлении кофе. Ну, это еще не все, Нина. Да. Я и шить умею, и вязать. И крестиком. И крестиком вышивать. Да. Вы не поверите, но сегодня ночью я изучал книгу рецептов приготовления кофе. Да. Смешно. Вы простите, я забыла, как ваше имя. Меня зовут Филипп. Филипп. Ну, я вижу, вы счастливы. Вы даже не представляете себе, насколько. Успокоились, наконец? Да. Я теперь знаю, как я его назову. Я теперь поеду, вещей ему накуплю. Так хорошо? Главное, что вы довольны. А я лишний раз убедился, что все в порядке, плод развивается нормально, никаких патологий. Прекрасно. Так что в следующий раз мы с вами встречаемся ровно через три недели. А, хорошо, через три недели. Три недели. Получается, недельник, вторник, тридцатая. Пожалуйста, не забывайте выполнять все мои предписания и рекомендации. Хорошо. Хорошо. Юлечка, и берегите себя. Да, обязательно. Ну, и мне кажется, я и так осторожно. Да, а вот вы сюда приехали одна? Да, а почему вы спрашиваете? А вам уже не стоит садиться за руль самой. Так что передайте, пожалуйста, мужу, чтобы он вас больше одну не отпускал. Хорошо, передам. Спасибо. Ну, и что делать будем? Предложения какие? Не знаю. Не знаю. Ну, для начала надо обследовать тоннель. Возможно, есть другие выходы. Нет, Эдик. Это бесполезно. Мы сейчас сдохнем. Что ты говоришь? А? Что значит сдохнем? Что ты предлагаешь? Сидеть, ложа руки и ждать, пока нас здесь спасут? Вытащат отсюда? Это бесполезно, Эдик. Никто не знает, что мы здесь находимся. Даже предположить не может. Вот именно. Никто не знает. Так, ну-ка, дай-ка мне фонарь. Давай, давай, давай. Что? Пойду, посмотрю. Что, прямо сейчас без меня? А ты в состоянии передвигаться? Нет. Ну, так вот сиди и жди. Смотри, меня не брось. Идиот. Ого! Вот это да! Серега! Что я нашел? Что? Что ты нашел? Эдик! А может быть, вы еще хотите кофе по-восточному? Нет, ни в коем случае. Я больше кофе не хочу. Спасибо. Тогда вы чего-то еще хотите? Да. Я хочу вернуть вам эти деньги. Ого, подождите, Филиппе. Это же, это деньги за вашу работу. Я не понимаю. Ну, что вы, Нина. Все очень просто. Я вам помог сегодня бескорыстно. А вот дальнейшую свою зарплату я бы с вами обсудил с удовольствием. Ох, какой же вы хитрый. Да ну что вы, какой я хитрый. Я просто добрый и веселый. А по-моему, ваша главная добродетель – это скромность. Угу. Ну что ж, если вы так же хорошо разбираетесь в уборке помещения и мытье посуды, так же, как и в приготовлении кофе и в работе грузчика, я, я решила взять вас на работу. Я не хочу, чтобы ты думала, что я забочусь о себе. Надеюсь, ты это понимаешь. Понимаю. Ты даже не представляешь, насколько хорошо я все понимаю. Я боюсь за Юлина здоровья. Я, я за ребенка переживаю. Олег, я постараюсь объяснить ей все как можно мягче. Я очень надеюсь, что она нас поймет и, возможно, простит. Что ты говоришь? Ну что ты говоришь? Она не сможет, как ты не понимаешь. Она любит меня. Ну я люблю тебя так же сильно, как и она. Света, она беременна. Она носит под сердцем моего ребенка. Что? Мне тоже нужно было забеременеть, чтобы всем стало еще сложнее. А это все-таки зарплата за ваш день. Вас это устраивает? Вполне. А что? Спасибо. Филипп, подождите, а вы куда? Надо убрать товар, который сегодня привезли на склад. Скоро может начаться дождь. Все может промокнуть. А вы знаете, где склад? Да нет, конечно. Но вы же мне покажете? Да, я вам покажу. Только вы забыли ключи от склада. Ну да. Вот этот. Этот от склада? Да. Спасибо за доверие. Нина. Эдик! Черт, куда ж ты пропал-то? Эдик! Значит, ты орешь-то здесь и здесь? Да черт бы тебя побрал! Целый! Цел. Что может со мной случиться? А че ж ты не откликался-то, а? Я тут связки сорвал тебе, Аррор. Что там за грохот был? Это грохот правильный. Ну давай, пляши, а! Я выход нашел. Что ты говоришь? Света, ну что ты говоришь? Я не знал, что ты можешь быть такой жестокой. Ты вообще обо мне мало знаешь. Гораздо меньше, чем о Юле. Вот скажи, ты думал, что я не смогу ничего рассказать твоей жене, да? Считаешь, что мне духу не хватит? Родная моя. Прости меня. Прости. Я в тысячу раз должен тебе сказать, ну, жертвы обстоятельств. но не время сейчас, Юля, знать правду. Я понимаю. Я все понимаю. У нее что еще делать? Ну раз ты понимаешь, чего ты добиваешься? Ты хочешь, чтобы она меня бросила? Нет, я этого не хочу. А чего? Я хочу перестать ее врывать, Олег. Но ведь от этого будет хуже всем нам. Ей, мне, тебе. Я тебя прошу, не надо меня отговаривать, потому что я не могу. Олег, я не могу так больше, понимаешь? Я не могу в глаза ей смотреть. Я доброту ее терпеть не могу. Олег, я не могу. Ты на месте? Да, я в машине Светки стою возле консультации и жду Юлю. Уже в костюме? Да, да, конечно. В полном узкараде. Даже подумав, не перекрасится ли мне в плотинку. Ты даже не волнуешься. Какое волнение, Боренька. У меня эйфория, получаю кайф. Умница, Ритка. У тебя остальные нервы. Мне бы твою выдержку. Учись, пока я жива. Ну, твое убийство. Твое убийство еще никто не планирует. Да и мне ты пригодишься. Не дождешься. Я еще лет восемьдесят как минимум жить собираюсь. Да, ты же у нас вообще бессмертная. Кстати, что там с моим алиби? Не волнуйся, насчет алиби все в порядке. Для остальных ты по моему указанию ищешь документы в архиве. Прекрасно, молодец. Ну, так старайся. Все, кажется, это Юля. Не плохо. К черту. Перезвоню, как закончу. Ну, все, 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 милый, успокойся. Все будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Ты знаешь, я часто себе задаю вопрос. А почему я с ней? Что это? Муки совести, сочувствия. Сочувствия. Зачем ты мне все это говоришь? Просто мы с тобой никогда об этом не говорили. И я хотел бы тебе объяснить. Объяснить то, чего сам понять не можешь. Да, ты права. Я совершенно запутался. Но я не верю. Я не верю, что все происходящее между нами это ошибка. Мы столько раз пытались поступить правильно, но все равно причиняем боль и себе, и другим. Наша ситуация неизбежна. И нет из нее никакого выхода. Все, хватит. Хватит, Олег. Я скажу Юле правду. Больше никогда не перейду ей дорогу. Хорошо. Я только прошу тебя в одном. Не говори об этом сейчас. Ну что, что, что за горе, Горька? Ну что мы так расплакались? Ну что мы так кричим? Ну Никитушка, ну сыночек, ну что такое? Да пустышечку потерял. Ты мой хороший, сейчас мы ее найдем. Вот она, вот она. Смотри, как мы с тобой ее быстро нашли. Какие мы с тобой молодцы. У вас мальчик? Да, Никитушка. Сыночек. А сколько ему? Четыре месяца. А вон какой хулиган уже. Ну хулиганье. Вы знаете, я всю жизнь мечтала, чтобы у меня пацан был, чтобы мальчишка был. Никитушка. Такое имя хорошее. Да у меня деда так звали. Ну вот мы его честь назвали. Как же ты этот выход-то нашел? Да, совершенно случайно. Видно, после взрыва одна из стен обвалилась, которую тоннель закрывала. Клево. Да, ну а как выбрался, сразу в гараж за машиной. В гараж. Я думал, с тобой случилось что-нибудь. Мог бы за мной спуститься. Ну, хотел просто сюрприз тебе устроить. Ну вот. Хотел тебе сюрприз сделать. У тебя получилось. Света, я прошу тебя. Ты можешь хотя бы сейчас ничего не говорить Юле. Нет, не могу. Олег, я и так слишком долго откладывала. Пожалуйста, уходи сейчас. Света. Ну, как ты ей все это скажешь? Я ей скажу, Юля. Ты очень хороший человек. Я тебя очень люблю, потому что не любить тебя невозможно. А я, я виновата перед тобой. Я тебя прошу. Прости меня, если сможешь. Я исчезну из вашей жизни навсегда. Я постараюсь сделать так, чтобы вы были счастливы. А ты же ведь любишь. Ты не сможешь без этого жить. Я постараюсь забыть тебя. Ух, ну и тяжелый ты. Медведь просто. Выбрались, а? Ну, чего? Как надгад твоя? Паршиво болит. Ясно. Сейчас в больницу. Отвезу, пока не поздно. Нет, нет, нет. Никаких в больнице. Клад. Его же нельзя так оставить. О чем ты думаешь? Жизнь твоя сейчас в опасности, ну? Я о Кладе думаю. Вот мы сейчас уедем с тобой, да? А кто-нибудь придет, его заберет. Не валяй ты, дурака. Сейчас о себе думать надо, ну? Клад он уже найден. И никуда он не денется. А тебе запросто ногу могут оттяпать. Ты это хочешь? Слушай, давай его как-то замаскируем, что ли. Я не знаю, но... О, веток накидаем. Ко мне сейчас соберем, а? Давай. Не-не, времени маловато. Давай так. Я тебя врачам на пороге сдам. И сразу же вернусь в больницу. Вернусь. Сразу. Вы знаете, мне только что сказали, что у меня тоже будет мальчик. Ой, я вас поздравляю от всей души. А муж-то, наверное, как обрадуется, что у него наследник. Да, хотя муж говорит, что ему вообще все равно, кто родится, мальчик или девочка, лишь бы здоровый ребенок был. Да не все так говорят. А сами рады до смерти, когда у них мальчишка. Футбол играть, на рыбалку ходить. Вы имя-то придумали? Да, я думала, что если у меня родится мальчик, назову его Егоркой. Егор. Да, правда, в семье против. Все хотят, чтобы я назвала Денисом. А вы их отговорите? Да. Егор – замечательное русское имя. Хорошо. Спасибо вам. Удачи. А вам благополучных и легких родов. Спасибо. Ну? Давай. Ух ты. Здорово. Место-то знакомое. Да, я когда увидел, глазам не поверил. Это же развалины. Вот что интересно, много ли здесь подобных ходов, выходов? Я думаю, что там огромный лабиринт. И то, что мы с тобой выбрались, считаю, что нам крупно повезло. А то сгнили бы там заживо вместе сокровищами. Олег, что мы натворили, а? Это наваждение какое-то. Это любовь. Любовь – это когда она приносит радость и счастье. А мы только разрушаем жизнь. И свои, и чужие. Света, это замкнутый круг. И поверь, нам из него никуда не выбраться. Это я и ждала Юлю. Я хотела ей все рассказать. Сама потеряла голову. Не надо Юле ничего рассказывать. Как это не надо? Олег, как это не надо? Свет, ну подумай еще раз. Я не хочу тебя терять. Ты специально все это сделала. Я ведь не хотела этого. Света. Олег, уйди. Я тебя ненавижу. Олег, не трогай меня. Я специально все это сделала, чтобы я обманула Юлю. Да? Ты слышишь меня? Олег! Уходи отсюда. Уходи, я тебя прошу. Я ненавижу тебя. Ты меня что, не слышишь? Убирайся! Уходи! Уходи. Уходи. Я тебя больше никогда не хочу видеть. Я тебя больше никогда не хочу видеть. Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но женится на беременной Юлии. Эдик и Сергей ранены во время взрыва, но им удается выбраться из подземелья. Света решает рассказать Юле правду об отношениях с Олегом. Олег убеждает не делать этого. Рита сбивает Юлю на светиной машине. Рита уверена, все улики будут против света. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, Чёрным воронам. Всё прощается в любви, Искупается любовью, Очищается любовью, Как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, не двинув бровью, То, чего не смоешь кровью, Бабьей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, Чёрным воронам. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, Чёрным воронам. Девушка, девушка, милая, вы меня слышите? Убили болезную. Да не каргайте вы, бабуля. Господи, вроде живая. Может, я чем помогу? Да, доктора, срочно позовите. А какого лучше позвать? Да любого, лучше санитаров с носилками. А, я мигом. Надо же, совсем молодая. И ребёночек совсем маленький. Это мой сын, она ждёт ребёнка, она беременная. Нам вряд ли она после такого родит ребёнка. Да вы что, нужно надеяться на лучшее. Да, надежда умирает всегда последней. Она мальчика ждала. Как же это? Что же теперь будет? Да вы посмотрите, она уже, кажется, не дышит. Олег! Олег, Олег, подожди, пожалуйста. Прости меня. Прости, я наговорила тебе, я наговорила глупости. Я знаю, что ты не виноват. Никто из нас не виноват. Прости меня. Олег, ну прости. Алло, Борь, привет. Да, я тебя слушаю. Слушай, ну просто всё прошло лучше, чем я думала. Ну я в тебе даже не сомневался. Но не забывай, что вторая часть нашего плана заключается в том, чтобы вернуть машину Светки на место. Ну перестань. Ну за кого ты меня принимаешь? Всё будет в лучшем виде. Даже не сомневайся, мои дорогие. Да. Светуль, привет. Папа. Что у тебя там происходит? Так. Привет. Миша. Интересно. Молодые люди. Молодые люди. Постыдились бы. Здесь всё-таки дети гуляют. Извините нас. Вроде взрослые, серьёзные люди, ведёт себя, как подростки. Простите, мы... А вы не улыбайтесь, не улыбайтесь. У самих, небось, скоро будут дети или уже есть. Вот столкнётесь с чем-то подобным, вот тогда и посмотрим на вашу реакцию. Бесстыдство какое-то. Вот в наше время молодёжь себя так не вела. Мы сходим с ума, Олег. Я, кажется, наконец-то понял, что надо делать. Пошли. Пойдём в дом. Доктор, она жива, я пульс щупал. Она не умрёт, ей всё будет хорошо. Вы же видите, девушка без сознания, путь слабый. Так, пострадавшую быстро в больницу. Больше пока ничего сказать не могу. Господи, хоть бы всё обошлось. Извините, вы родственница или подруга пострадавшей? Нет, я нечаянно увидела такой ужас. Эта машина, она появилась неоткуда. Всё так внезапно произошло. Мне к вам будет одна просьба? Конечно, я сделаю всё, что нужно. До приезда милиции будьте, пожалуйста, здесь. А не при этом, могут понадобиться ваши свидетельские показания. Конечно, конечно. Договорились. Спасибо. Ритка, Ритка, что же у тебя там происходит? Миша, так, неожиданно будет тебя увидеть. А ты ездил, что ли, куда-то? Ну, что ты молчишь? Я же тебя спрашиваю, ты куда-то ездил? Рит, а я ведь тебя за свету принял. Ну, мы с ней и сёстры. Ну, да. Правда, я более непохожих сестёр в своей жизни не встречал. И тут дело не в вашем сходстве. А в чём? Да вот в этом маскараде парик, очки, машина её. И зачем тебе всё это нужно? Ну, и где стаканы-то? Я что-то найти их не могу. Зачем тебе стаканы-то? Хочешь напиться, пей так, из горлышка. Чего уж там. Да, я хочу напиться. Что мне, нельзя, что ли? В конце концов, скорость совершеннолетней. Ну, это да. Гонор у тебя, как у взрослого. А ведёшь себя, как обиженный ребёнок. Да мне плевать. Плюй, плюй. Только тот, кто свои проблемы топит в водке, говорит, что это дурость. Да, я дурак, да, я дурак. Всё, что я не сделаю, всё это жалко и глупо. Ну, по крайней мере, я ни от кого тайком не убегаю и не веду себя, как... Как она. Ты чего, из-за Ксении, что ли, так психуешь? Да при чём здесь Ксения? Я просто хочу водки выпить. А Ксюшка здесь ни при чём. Ну, ну, вижу, вижу. Женька, я тебе только одно могу сказать. Этим ты проблем не решишь. Создашь новые. Слушай, ну, хватит мне морали читать. Скажи лучше, где стоят стаканы. Мы сейчас с тобой сядем и выпьем за компанию, да? Давай. Да нет. Пить я с тобой не буду. Да и тебе глупостей новых наделать не дам. Ах, вот так, да? Угу. Вот так. Ну, хорошо. А я вот тогда, знаешь что? Я тогда вот буду лежать и ничего не буду делать. Угу. Будь уверен, никаких проблем от меня не будет. Всё. Олег, ну зачем ты вернулся? Ты ведь знаешь, что Юля должна прийти с минуты на минуту. Ты ведь не хотел, чтобы она нас застала. А мне уже всё равно. Если это случится, то так тому и быть. Значит, ты всё-таки решил рассказать ей правду? Да. Пускай узнает всё. Но только не от тебя. Я сам должен всё ей рассказать. Олег, я столько раз это слышала, что даже не верю теперь. Света. Что это когда-нибудь может случиться. Свет, прошу тебя, поверь мне ещё раз. Я клянусь тебе. Я признаюсь ей во всём. Не знаю, Олег, не знаю. Я не знаю, что мне делать. Отмени встречу с Юлей. Я сам всё ей расскажу. Я возьму это на себя. Олег, виноваты мы оба. Значит, должны вместе. Ты ничего не должна, Света. У тебя нет никаких обязательств, в отличие от меня. Ну да. Юля твоя жена и, наверное, действительно будет лучше. Спасибо. Ой, какие пирожки. Не воруй, не воруй, аппетит перебьёшь. А потом это для Юли. Мне захотелось девочке сделать приятное. Вернётся девочка из больницы, а тут её любимые пирожки. Да, что беременным, да, диету особо не надо соблюдать? В беременном всё можно. Лишь бы ребёночку было на здоровье. И во благо. Вот. Вообще-то, знаешь, я Юле завидую. Наверное, ты так прекрасна, когда у тебя под сердцем ребёночек. Можно с ним разговаривать. О-о-о, началось. Ну вот, женщины, как вы любите кудахтать, а? Ну, ребёнок, он и есть ребёнок. Ну, что об этом в личный раз говорит? Да, у меня нет детей, так сложилось. Я что, не могу порадоваться за Юлю? Том, ну ты это, Том. Томочка, ну прости, я... Я не хотел тебя обидеть. Особняк Давыдов. Да, Александр Дмитриевич, да. Всё в порядке. Да, все живы, здоровы. Как вы, делители? Хорошо, понял. Том. Извини, Том. Ну, всё, 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 всё. Что за экстренный случай? Только что, прямо возле нашей больницы машину сбила женщина. Её привезли к нам в отделение. Её уже осмотрели? Только на месте происшествия. Ну, а я-то чем могу помочь? Да вы нам очень нужны. Дело в том, что женщина беременна. Необходимо ваше заключение. Так. Ну, и каковы прогнозы? Удар был очень сильный. Больше пока ничего не могу сказать. Нужна диагностика. Ага. Как её фамилия, имя? Юлия, кажется, Давыдова. Если память не изменит. Давыдова, Юля. Боже мой, какой ужас. Всё так быстро произошло. Я же с этой девушкой только-только разговаривала. Если бы она ещё постояла, немножко со мной поговорила, этого вообще могло не произойти. Я вас прошу, вы успокойтесь, хорошо? И давайте будем вспоминать всё по порядку. Хорошо. Так. Скажите, какого цвета был автомобиль, который сбил пострадавшего? Жёлтый. Жёлтый. А вы поподробнее можете описать автомобиль? Ну, небольшой такой. Небольшой? Ну, а какой марки? Их ещё женскими называют. Он на божью коровку похож. Такой зимпатичный. Номера не запомнили? Нет, к сожалению. Спья знала. Может быть, обратили внимание на водителя? Да-да, конечно. Это была молодая женщина. Блондинка. В больших солнцезащитных очках. Симпатичная такая, очень дорого одетая. Подождите, а как вы увидели и запомнили, в чём она одета? Понимаете, она когда эту несчастную сбила, она остановилась. Видимо, хотела выйти, а потом передумала и уехала. Что значит передумала? Ну, наверное, очень испугалась и решила, что будет лучше уехать. Значит, вышла, посмотрела, потом передумала и уехала. Так и запишу. Я снова подчиняю тебе боль. Снова заставляю тебя. Ты лучше ничего не говори. Но я же вижу, что с тобой происходит. Я же вижу, как тебе тяжело. Ничего, я справлюсь. Я сильная. Я ведь знаю, что нужно ещё немного потерпеть, зато потом станет легко. И, наконец, я избавлюсь от этого вранья. Прости меня. Прости, если сможешь. Я понимаю, что ты вынуждена всё это терпеть из-за меня. Спасибо тебе ещё раз за понимание. Олег, не нужно этого. Я в полном порядке. А тебе уже давно пора уходить. Давай так сделаем. Ты сходи в приёмную, позови там врачей и санитаров. Не знаю, они дотащат. Давай, знаешь что, герунду не говори. Я тебя сам дотащу. Во-первых, и врачи тебя осмотрят. И не за чем время тянуть и суету создавать. Ну, куда ты меня потащишь? Ты посмотри, у тебя у самого ранение. Тебе самому врач нужен. Ладно. А тебе уж поверь мне, я не забуду. Ну, давай, помоги-ка мне. Ну, ты смотри, а то я мальчик-то большой. Почти сто килограмм, а ты вон, кожа да кости. Не пугайте меня. Может, я сам пойду? Не надо, я жилистый. Давай, только на ногу не наступай. А то пока дойдём, весь кровью зайдёшь. Глянь, к расцеплению какое-то. Авария, что ли? Да какая авария? Почти предбольничная территория. Да, действительно, мне понадобился весь этот, как ты выразился, маскарад. Я попала в очень неожиданную ситуацию. А что ситуация? Понимаешь, мне не хотелось бы сейчас здесь тебе об этом рассказывать. Ну, дело твоё. Не хочешь, как хочешь. Хотя, ситуация действительно странная. Ладно, пока. Подожди, подожди. Миша, мне нужна твоя помощь. Какая помощь? Да, право, мне так неудобно. Мне неудобно тебя об этом просить, но у меня нет другого выхода. Слушай, а ты можешь вот без всех этих вступлений? Это нужно не мне, это нужно Светке. А Светку тут при чём? Послушай, если ты сейчас поедешь со мной, я тебе всё по дороге объясню, хорошо? А куда ехать-то? Ты здесь не можешь рассказать? Ну, послушай меня. У тебя не останется ни одного вопроса. Ты и сам всё увидишь. Она моя пациентка. Приходила сегодня делать УЗИ. Уж очень хотела узнать пол будущего ребёнка. И что, узнала? Узнала. Очень радовалась, что у неё будет мальчик. Так, печально. Я так понимаю, что её беременность под угрозой? Да без осмотра трудно сказать пока. Расскажите мне поподробнее о характере повреждений. Многочисленные ушибы, сотрясение мозга, возможен перелом лодыжки, не исключено внутреннее кровотечение. Ну, а насколько серьёзно, мы сейчас с вами всё и узнаем. Так, и чем болели? Да ничем я не болел. Криптом простуды. Здоров я. Понятно. Аллергии на какие-нибудь лекарства есть? Нет, у меня никакой. Слушайте, барышня. Ну, сколько ещё, а? Так умереть можно, пока вы здесь все вопросы свои зададите, пока всё запишите. Да, не волнуйтесь, не умрёте. Вы всё равно сейчас доктора ожидаете. А где? А где этот ваш доктор, что у вас за порядки в больнице, а? Разве так можно с живыми людьми? Так я прошу вас, успокойтесь. У нас сейчас в больнице экстренный случай. И доктора вызвали к только что поступившей больной с тяжелейшими травмами. Потерпите немного, ладно? Мы потерпим. Мы потерпим. Ненавижу больницы. Всегда всё, с ног на голову. Так давайте сохранить спокойствие. Вот мужчина, вам тоже необходима медицинская помощь. Вы заметили? Разумеется. Может быть у меня что-то серьёзное, я не знаю, сотрясение. А вы время тянете. Диагноз вам врач поставит. Где этот врач? Слушай, Элик, может, действительно, часика через два приедем, а? Врач освободится. Слушай, о чём ты говоришь, Серёж? Через какие два часа? Там же осталось всё. Надо как-то это, понимаешь? Я всё понимаю. Ничего страшного. Вот врач посмотрит. Если всё хорошо, тогда мы вернёмся туда. Да. Картина безрадостная. Игорь Петрович, вы-то как думаете, при таком раскладе есть шанс сохранить ребёнка? Трудно сказать. Боюсь, нам придётся выбирать между матерью и семимесячным ребёнком. Игорь Петрович, смотровую уже подготовили. Спасибо. Ну что, пора. Что-то случилось? Да. Звонили из больницы. Что-то с Андреем? Ну при чём тут Андрей? С Андреем всё в порядке. А с кем тогда? С Юлией. Что? Её машину сбило. О, Господи! Тамара, успокойся. Успокойся, она жива, она находится в реанимации. А ребёночек как? Что с ребёночком? Ну я не знаю, не сказали ещё. Ну ты что, сам не мог догадаться спросить? Ну не догадался. Мне сейчас надо как-то всех оповестить, чтобы без срывов и, как говорится, нервных потрясений, а то тут такое начнётся. Какой ужас. Олег, иди, я прошу тебя. прощай. Нет. Нет, это всё неправильно. В отношениях всегда двое. Поэтому мы оба должны отвечать за наши поступки. Олег, я не оставлю тебя. Мы оба дождёмся Юлю. Но. Ты согласен? Я не буду прятаться за твоей спиной. Света, подожди. Хотя это тоже нечестно. Что нечестно? Да нечестно по отношению к Юле. Нас двое, а она одна против нас. Ну вот видишь, но нет выхода из нашей ситуации. Поэтому и живём во лжи. Но такова наша жизнь. Но невозможно наша любовь без страдания третьего человека. Поэтому и приходится всё скрывать. Это не оправдание. Это не оправдание. Но это оправдывает наше молчание. Это не оправдывает. Господи. Господи, ну что же нам делать? Алло. Олег, это Георгий. Олег, тебе сейчас срочно нужно приехать домой. У нас беда случилась. Олег, у тебя беда. Жена твоя сейчас в больнице в тяжёлом состоянии. Здесь больно? Да. А здесь? Здесь тоже больно. Как тебя угораздило? По грибоку откапывали, а он взял да и рухнул. Пальчиками шили? Хорошо, Эдик подошёл, а то бы так и лежал бы там. Понятно. Тошнота, рвота есть? Да нет, вроде нету. Так, свитер сними. Одевайся. Значит так, промыть рану, вроде бы солдячный укол, и рентген всё-таки придётся делать. А вы можете быть свободны. Доктор, скажите, а вот это перелом? Нет, ну может быть трещина, но я надеюсь, что просто ушиб, но серьёзный. Так что какое-то время побудете у нас. Олег, кто звонил? Георгий. Что-то серьёзное? Юля к тебе сегодня не приедет. Почему? Её сбила машина, когда она выходила из больницы. Как? она жива? Она в больнице. Господи. А ребёнок? Не знаю. Может быть, это какая-то ошибка? Откуда Георгия ты взял? Я еду в больницу. Я с тобой, Олег. Нет, нет. Я должен быть там один. Я, я сразу тебе позвоню, как что-то прояснится. Ну, допустим, это был несчастный случай. Да. Мне не верится, что можно не заметить пешехода в больнице. Человек мог потянуться на сигареты или ответить на мобильный звонок. Ну, да. А зачем тогда скрываться с места происшествия? Потому что испугалась? А что, за рулем была женщина? Ну, свидетельница сказала, что да. Причем, сбив Давыдова, наша дамочка остановилась. Ага. Посмотрела на пострадавшую. А потом скрылась с места преступления. Так что, похоже на предумышленное. Ну, что ж, не исключено. Будем отрабатывать все версии. Да. А ты поговорил с потерпевшей? Она в больнице без сознания. В общем, состояние крайне тяжелое. А свидетельница, она что, только одна была? Да, одна. Она сказала, немного, описала женщину, которая была за рулем. Ну, уже кое-что. А машина? Знаете, в машинах она вообще не разбирается, не бум-бум. Ну, что мы знаем? Знаем, что машина была желтого цвета, небольшого размера. Ага. Марку не могу сказать точно. Понятно. А как говоришь, фамилия потерпевшей? Арит, я бы съездил с тобой, конечно, но Нина-то меня ждет, она не знает, что я вернулся. Послушай, ну это не займет много времени, правда? Да что за срочность такая? Давай я заеду домой, потом по твоим делам поедем. Ты понимаешь, что дорога сейчас каждая минута, Светке грозит опасность? Опасность? Что, так все серьезно? Нет, ну стала бы я тебя так уговаривать, если бы это было не серьезно. Ну ладно, поехали. Да? Только быстро. Хорошо. Ой, 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 сейчас, прости. Алло? Да. А, нет, да нет, у меня все хорошо. Послушай, нам так повезло, сейчас рядом со мной сидит Миша в машине. Угу. И ты не представляешь, он согласился нам помочь. Сейчас он поедет со мной. Ее фамилия Давыдова, зовут Юлия, это невестка банкира Александра Давыдова. О как. Давыдов человек богатый и непростой. Очень непростой. Вот именно. Думаю, что с этим делом мы еще натерпимся. Скорее всего, оно будет у нашего начальства под особым контролем. А нам-то что, под особым контролем или нет? Нам его раскрывать надо. Да знаете, если что-то связано с богатыми особами, то само собой возникает вопрос, а несчастный ли это случай? да, подозрительно все это. Что же делать-то теперь, а? В смысле? Да ты понимаешь, видел я этот клад, видел своими глазами, но его присыпало, так что, в общем, тебе, похоже, первым придется пощупать. Да какая разница? Главное, что мы все-таки его нашли, понимаешь? Нашли! Ну как какая разница? Ну что ты говоришь сейчас, а? Я с ума здесь сойду, понимаешь? Я с ума сойду, знаю, что он просто так вот валяется и все, в общем, так ты время не теряй, но прям сегодня возьми и все доделай, ясно? Да ясно, ясно, не волнуйся, ты чего, лечись на здоровье, я все сделаю, как ты сказал, Люсе сообщу. Так, вот только Люсе не надо ничего говорить, хорошо? Как это почему? Пусть она знает, да как я жертвую, готов идти, ради нее бравый садовник, ну. Много ставьте. Давай. Эдик, я как друга тебя прошу, не надо рассказывать ничего. Хорошо, 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 я оставлю это удовольствие для тебя, уверен, что она просто будет в шоке от твоих приключений. Жуль, я сейчас сама выпью и тебе накапаю. Не надо, не надо, я в порядке. Ну да, что значит не надо, я же вижу, как ты переживаешь, еще не хватало, чтобы ты довел себя до инфаркта. Я же говорю, что все в порядке, вот Рейни с Александром, ну надо же, только что Ксению отправили в Англию, решили в столице как-то передохнуть, погулять, вдруг такое. вот уж беда, так беда. Ну как они, когда будут? Александра звонила, они уже в дороге. Слушай, какой-то прям злой урок над этой семьей, а. Ну какой урок, ну что все ваши эти предрассудки, Может быть, еще обойдется? Как обойдется? Это в положении, это Юли? Ориентировки отправили? Вы обижаете. Конечно, времени прошло уже много, но я все равно думаю, что никаких результатов не будет. А запрос на машину сделал? Ну а что они нам дадут? Номеров мы не знаем, а автомобилей желтого цвета в нашем городе и так немало. Ну что, ты поэтому сидишь, ничего не делаешь? На машине должны какие-то следы остаться. царапины, вмятины там, что-то еще. Нет, а вы мне что предлагаете? Давайте, я буду ходить по городу, бросаться на все автомобили желтого цвета. Так? Придут данные, будем работать по списку. Автомастерские мы уже предупредили, чтобы они сообщали обо всех автомобилях этого цвета. Мы работаем по отработанной схеме. Да ладно, ладно, не обижайся, что ты? Не нравится мне просто все это. По горячим следам раскрыть не удалось, теперь придется долго ковыряться. Да жаль, что Давыдова без сознания. Надо съездить в дом к Давыдову, поговорить с родственниками. Может быть, кто-то догадывается, кто желал смерти невестке банкира. Надо будет передать ее родственникам, когда они приедут. А что это? Здесь сумочка и одежда Давыдовой. Ну, хорошо. Ладно, я пошел. Подожди, а что там произошло-то? Говорят, машина появилась неожиданно. Никто ничего толком не успел понять. Надо же, такая молоденькая. А с ребенком-то, а как? Неизвестно. Но если травмы серьезные, сама знаешь, чудес на свете не бывает. Простите, пожалуйста, я совершенно случайно послушаю ваши разговоры. Вы не о Давыдовой сейчас говорили? Да. О Юле Давыдовой? Да, мы говорили о ней. А вы кто? Что с ней? Ну, 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 принимайте работу. Обязательно, когда пойду за салфетками и специями, а то, видите, у нас тут анштлак. Да уж, ваше кафе, я смотрю, пользуется популярностью. Почти нет свободных столиков. Ну, что, командуйте, хозяйка, какие мои дальнейшие действия? Да пока ничего. Осталось только рассчитать несколько столиков, если, конечно, они ничего больше не закажут. А так, я сама справлюсь. Спасибо. Ну, тогда я буду на подхвате. Спасибо вам большое, Филипп. Я, я впервые после отъезда мужа смогла сегодня присесть. Ну, это, конечно, не мое дело. А почему ваш муж оставил вас одну, да еще беременную? Мы просто хотели переехать в другой город. Вот он и поехал подыскать подходящий вариант. Вот как. Ну, повезло-то, как мне. Только нашел хорошую работу, хозяева уезжают. Вот поэтому я не хотела вас брать на работу. А можно еще вопрос? А почему вы решили уехать? Я бы не хотела обсуждать этот вопрос. Это лично наше с мужем дело. Ну, что, убедились? Да, убедился. Вы не обижайтесь, как говорится, доверяй, но проверяй. Конечно. Можно пройти? Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Чем обязан, господин следователь? Я слушаю вас. Я занимаюсь делом Юлии Давыдовой. Ясно. Мне надо прояснить некоторые детали этого происшествия. И я хотел бы задать вам пару вопросов. Я не знаю, чем могу помочь вам. Дело в том, что хозяев сейчас нет дома. Нет дома? Да. Муж Юля, Олег, скорее всего, в больнице. А родителей Олега вообще нет в городе. Они будут только завтра. Ну, я думаю, это не страшно. Я с ним поговорю позже. А вы мне можете уделить пару минут? Да, конечно. Помогу, чем смогу. Слушаю вас. Так, я буду записывать. Не страшно. ее сбила машина прямо перед больницей. Что за бред? Как сбила машина? Я не видела, но говорят, это несчастный случай. И где она? А вы ей кто? Вы почему интересуетесь? Какая разница, кто я? Где она? Нам запрещено что-либо говорить посторонним. Слушай, иди сюда. Что вы с тобой разваляете, молодой человек? Где она? Вы ей родственник? Так, короче, я не родственник, но, поверьте, мне достаточно близкий ей человек. Хорошо, давайте я вас провожу. Хорошо, давайте. Да? Да, да, все в порядке. Ты когда будешь? Да я уже рядом. Хорошо, ждем. Ну, я так понимаю, мы приехали? Нет, не совсем приехали, надо немножечко подождать. Ну, и сколько ждать? Нет, нет, недолго, сейчас Борис придет и все тебе объяснит. Борис? Угу. А он-то тут при чем? Рит, хватит темнить, давай, рассказывай. В общем, Светке грозит опасность, она может сесть в тюрьму. В тюрьму, что она такого натворила? А, сейчас тебе Борис расскажет, кстати, вот и он. Здорово. Привет. Рита говорит, ты что-то о Свете должен рассказать. Да, да. Свете очень нужна помощь. Скажите, как давно вы знаете Давыдовых? О, очень давно, мы же с Александром Медовичем вместе служили, ну, а судьба, получается, так распорядилась. А сколько уже работаете у него в доме? Ну, я специально не считал, лет десять это точно, может быть, больше. То есть, вы знаете всех очень хорошо. Да, конечно. И Юлю? Да, помню ее первое появление в этом доме, когда Олег ее привел сюда первый раз. она еще очень волновалась. Волновалась? Ну, девочка первый раз в доме жениха. А вы не допускаете мысли, что она могла выйти замуж за Олега по расчету? Ну, вы такие вещи спрашиваете? Нет. Во-первых, она очень любит Олега. Во-вторых, она сама девочка не из бедной семьи. Насколько я знаю, ее отец владелец нескольких крупных предприятий. А в таком случае могли ли быть у нее личные враги? Да упаси Бог, что вы такое говорите? Какие у Юлечки могут быть враги? К ней все хорошо относятся, вы ее не знаете. Она просто святая. Я даже не могу себе представить, чтобы эта девочка могла кому-то дорогу перейти. Это замечательная информация. А гражданочка, может быть, вы представите? Да, меня зовут Тамара Семеновна. Вы знаете, за столько лет работы на кухне, я всех в этом доме знаю лучше, чем кто-либо. Вот как? Да? А вы что, не знали, что кухня это самое главное место в доме? Хорошо. А в таком случае, может быть, вы скажете, есть ли у кого-нибудь из друзей Давыдовых желтая машина с низкой посадкой? Ну, хорошо, не буду задавать вам больше лишних вопросов. И правильно. Но хотелось бы знать, как работнику, когда вы планируете выезжать? Мне же тоже надо как-то рассчитывать, сколько времени я могу проработать в вашем заведении. Ну, я пока не могу ответить на этот вопрос. Когда Миша приедет, я вам сообщу точную дату нашего отъезда. А когда вернется ваш супруг? На днях. Он никогда заранее не предупреждает о своем приезде. Считай, что так интереснее и веселее. Да, интересный человек ваш супруг. С ним, наверное, не соскучишься? Да, он очень любит делать сюрпризы. А мне нравится, когда ему хорошо. Да, сюрпризы, это замечательно. Но если бы ваш супруг видел, как вы его ждете, скучаете, он бы поторопился. Да. Откровенно говоря, я не припоминаю, чтобы у кого-то была машина желтого цвета. А вот насчет вот этой посадки, это я вообще в этом ничего не понимаю. Понятно, Тамара Семеновна. А может, вы сможете ответить на мой вопрос? Да нет, к сожалению, я не помню, чтобы у кого-то из знакомых Давыдовых была желтая, да, желтая машина. Ну что ж, вы очень помогли следствиям. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Ну, идемте, я вас провожу. До свидания. До свидания. До свидания. Боря, мы действуем по плану? Да, Рита. Но будут небольшие коррективы. И что же за план? Скоро все все узнают, а пока терпение. Я покажу, куда ехать. Опять куда-то ехать? Слушайте, хватит меня за нос водить. Давайте выкладывайте, в чем дело. Миша, никто тебя за нос не вводит. Просто я не хочу тратить свое и твое время на ненужные предварительные объяснения. Ну хорошо, далеко ехать? Нет, совсем близко. Нужно только развернуться. Жора, он ушел? А вот то, что он сказал, еще увидимся, это он к чему? Это к тому, что он хочет поговорить с хозяевами. Ну что ты, что ты, что ты испугалась? Жора, ты помнишь, на какой машине ездит Света, да? По-моему, она желтого цвета. Конечно, помню. Так, может быть, надо было ему сказать, а? Ты в своем уме? Это означало бы, что мы подозреваем Свету. Да, ты прав. Ты прав, хорошо, что не сказали. А то бы действительно девочку задергали бы, только нервы потрепали. Мужчины туда нельзя. Я все понимаю. Девушка, мне нужна Юля Давыдова. Да, я тоже вас понимаю, но это реанимация. Сюда просто так не пускают. Это необыкновенная палата. Я все понимаю. Что, даже родственников не пускают? А вы Давыдовой кем приходите? Это не важно. Скажите, как ее состояние? Давайте вы сами успокоитесь, хорошо? Хорошо. Да, и ответите, кто вы такой? Слушайте, какая разница? Скажите мне, где она лежит? Мне нужно ее видеть, необходимо. О состоянии больной вы можете узнать в регистраторе. Для этого не обязательно приходить в реанимацию, понятно? Слушайте, она уже человек, пожалуйста. Мне нужно хотя бы одним глазком взглянуть на жену. но если я вам скажу, что я ее муж. Я ее муж. Никак. Ой, черт. Что ты за машина? Я никак привыкнуть не могу. Слушай, Миша, ты куда ездил-то? Слушай, тебе не все равно? Нет. А далеко ездил? Да не важно. Ну, просто мне интересно. Ездил, новое помещение подыскать для кафе, квартиру присмотреть. Слушай, давай я поведу. Да, нет, я сама. Слушай, а почему вы с нами решили уехать? А ты не знаешь? Нет. Из-за тебя, из-за твоих афер. Срываемся с места, ты не знаешь? Да. Из-за твоих аферов. С Carmoons. Ты не знаешь,